Народная славянская радио Всем здравия, с вами Народная славянская радио Сегодня у нас 26 января 2016 года Вторник по одному из современных календарей По одному из старинных пятый день месяца в юге Истужи 7524 лета Седмица Тайны древних исчезнувших библиотек Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира Главный соведущий Владимир Николаевич Дегтярев Здравия Владимир Николаевич Здравия и здравия нашим слушателям Тема достаточно интересная Тема, которая волнует многие века Уже не только людей, живущих в России Но и, наверное, тех, кто интересуется вообще Что это там было в прошлом Поэтому надо к ней подойти ответственно Почему вот такая именно тема родилась Для нашего первого эфира Что побудило вот так вот назвать Тайны древних исчезнувших библиотек Вы знаете вообще, скажем, вот Мое занятие основное, да Я занимался Историей религии Историей государств А стремился к тому, чтобы понять вообще Что такое язык Что такое письменный язык, точнее То есть фиксируем Если мы вот сейчас что-то знаем Мы знаем, потому что это было написано Хочешь, не хочешь Раз была письменной Значит, ее собирали А собирали как? Ну вот мы знаем, что в библиотеке То есть собрание книг Собрание, так сказать Скажем так, носителей Да, вот как сейчас принято говорить Понятие носитель Так вот Насколько я знаю Да, и вот в разных Ну, скажем так, точках То в одном месте То в другом месте То с кем-то разговариваешь У меня достаточно обширные связи И за рубежом Ну, по моей тематике Обрыв связи Итак У нас в эфире Владимир Николаевич Дегтярев Очень известный человек Писатель И тема у нас тоже ответственная Тайны древних исчезнувших библиотек Тема очень ответственная Поэтому хотелось бы и уточнить Почему такая ответственная тема Сразу была для первой нашей передачи взята Дело в том, что фактически получается так Она называется Либерия Библиотека Ивана Грозного Это, скажем, в истории В существующей истории Да, российского государства Это, так сказать, первое упоминание Что вот у нас, смотрите У нас такая библиотека Есть Это великое дело Хотя, скажем, Запад хвастается тем Что у них каждый князь Каждый герцог В замке содержал там библиотеку Вот А у нас тут так одна Либерия Но если мы немножко поглубже возьмем Как раз Так сказать Вопрос Вот этой библиотеки Именно вот этой То основной вопрос Который выплывает Почему она исчезла Вы понимаете, что Скажем, если существует Какая-то библиотека Скажем, где написано Все о религии, например Да Или все о том, как надо Вот Соблюдать, скажем Какие-то правила Ну, кому кланяться Кому не кланяться Все такое А библиотека Это Либерия Зачем? Почему исчезла? Ведь Ивану Грозному Было кому передать На престол сел его сын Федор Иоаннович Хоть он, в общем, был несколько Человек такой тихий Скромный Но это же Передается Это же То, что называется Казна Библиотеки вообще Вот в любом, в принципе Месте В любом государстве Вот в то время Скажем, 500 лет тому назад Они входили в казну Потому что книги были Очень дорогие Если я говорю о книгах Которые мы все Представляем себе Ну, это вот Между двух Обложек Так сказать Какая-то бумажная сущность А ведь были еще более дорогие Которые были написаны Скажем На коже газели Или там На овечьей коже На телячьей коже Вот Вот этот вот вопрос Почему она исчезла И где она исчезла Он, в общем, до сих пор Всех волнует В первую очередь Как раз своим исчезновением И во вторую уже очередь А что там было Сколько там было томов Какой список Так сказать Книг Как они назывались Это как-то во вторую очередь Относится К этой проблеме Вот почему Поэтому В первую Вообще вот был такой Стелецкий Который Искал эту библиотеку После До революции И после революции И он, так сказать Сотрудничал с НКВД И они там Под Кремлем Где-то там Тоннели искали Пытались найти Эту библиотеку Очень долго Они этим занимались Лет 30 Наверное Вот он Он первый Представил Список Книг Которые были В библиотеке Ивана Грозного Но если Я тут немножко Сделаю отступление С чего она Начиналась Эта библиотека Чтобы Некоторые слушатели Может быть Хотят это узнать Эту библиотеку В количестве Одни говорят Скажем 30 Книг 30 экземпляров Ну Что там Свитки говорят Были Бумажные Или там Тканевые На ткани Я попозже Об этом поговорю Привезла Софья Полева На ней женился Дед Ивана Грозного Иван Третий Вот тоже Про Иванов Васильевич Надо будет поговорить Но это все позже Сначала библиотека Значит Она привезла Говорят 30 Но будем считать Что она 50 книг Привезла Потому что у нее Они Вместе со своим отцом Палеолог Это был последний император Нашей второй Византийской империи Все На этом она кончилась Власть Так сказать Захватили Арабы Потом Которые стали Турками И у нее У них В общем Ничего не осталось Насколько я знаю Вот по летописям По частным документам Она привезла Только книги Привезла Венечные Подвенечные Платья В которые Ее мать Выходила замуж Привезла Там несколько Украшений И сундуки Там с посудой Все Ну это в общем Не признано Но Иван Третий Это был государь Это на самом деле Был серьезный государь Правда Он Вот Библиотекой Не интересовался В общем Это было все Что называется У Софьи Палеолог Она там Ей так иногда Хвасталась А вот Иван Четвертый Он вдруг Это После того Как он Все таки Был назван Царем Ведь Иван Третий И Его Так сказать Потом Сын Василий Иванович Они Не были Царями Они были Просто Великими Князьями Хотя Иван Третий Пытался Пробиться И говорит Что я Государь Его называли В письмах Кому надо было Великий Государь А так Великий Князь И все А вот Царство То есть Это фактически Что такое Царь Царь это Император Царем Себя заявил Иван Грозный Иван Васильевич Грозный И вот А после этого Начались Понятные Проблемы И во власти И так сказать Потому что Очень много людей Хотело бы Помогать Царю править И все такое Прочее И вот он Начал собирать Библиотеку Для того Чтобы найти Ответ На вопрос Правильно ли Он поступил Это было В определенном Смысле Нелегитимный Захват По тем Боярским Временам Нелегитимный Захват Власть Поэтому И он Начал Искать Ответ Правильно ли Он поступил Вот именно В библиотеке И вот тут Надо Очень важно Будет Подчеркнуть Что Существовало Три списка Тех книг Которые Были У Ивана Вот эти Вот 50 Сначала Книг Я Честно говоря Имея Вот эти Списки На руках Там уже Там уже Около 200 Список Около 200 Книг В одном 80 В другом 200 В одном Где-то 140 Ну тут Говорят Не помню Один список Был обнаружен В Риге Еще вот Как раз С Телецким Там В костюле Потом уже Вот в наше время В 90-е годы Когда Так сказать Прибалтика Как бы Обрела Независимость Там он был Заложен В стену Да Где-то В стену Костюм Хорошо Его изъяли Там интересно С ним Так сказать Везде ходят Ученые Его изучают Ладно А в наше время В 90-е годы В начале 90-х годов Прямо рядом Вынули Еще один кирпич И оттуда Вынули 150 Больше даже Различных Очень дорогих Украшений Которые В 19-м Или 18-м Году Прибалтийцы Так сказать Там спрятали Ну они Костел принимали Как банк Но все Знали Что они там Находятся Эти украшения Но никто Так сказать При советской власти Советская власть Их не отдал Потому что знали Что в музей заберут Это я уже Так сказать Некоторые параллельные мысли Просто высказываю Так вот я говорю Что я Тот список Который я получил Кстати Ну вы ее знаете Светлана Николаевна Конечно Да Вот Светлана Николаевна Удалова Она его привезла Оттуда С севера С Володой Я Лично я думаю Что он самый Так сказать Ну что ли Правильный Хотя Когда сравниваешь Эти списки Там книги Упоминаются Вот например Смотрите Ну Очень Такой Аджибу Аль Махлукат Или по-русски Всего мира мудрость Чудеса природы Это книга арабского Естествоиспытателя Захария бен Мохаммеда Казвини Он умер в 1273 году Ну это космография Естественная история Это очень редкая книга И у нас в общем Она кстати Это на арабском языке Ее пытались переводить Но так и оставили перевод Ну потому что Видимо что царя Вот Ивана Васильевича Интересовала Всего мира мудрость Но перевод так и не давит Там Несколько страниц перевели Но книга-то для нас Была бы очень интересной Правильно Она ни к чему Так сказать Не трогает ни религию Ничего Она трогает Самое главное Рассказывает Как тогда вас принимали Космографию Естественную историю Очень я бы Хотел на эту книгу посмотреть Далее Ну там список идет Ну вот смотрите Есть тоже еще Космография одна Писана при дворе Митрополитичем В другой ряд Писана Руставом Около 1550 года Латинские книги Коробья Ноугородские А в книге Книги латинские Значит летописец Книга Завомая Летописец Писал в свою книгу Инок Григорий Против образца Затопа Засекина Ну Затоп Засекина Он известен Там Да Действительно Летописи Вот еврейские книги В скобках книги Жидовинские Не разобраны А ящиков Шесть десятков Без двух Потом значит Кстати Книги Татарские А в Короба У них Новгородские И латинские Книги Есть Коробья Тоже Новгородские Вот Летописец Свейский Переложил Поп Латинского Собору Вильна Кротой Тетрадей Три Десятка И одна В общем Тут Вы представляете Что если я начну Список Весь этот самый Выкладывать Тут есть интересные Просто Вещи Хроника Мартина Бельского Которые не могут найти Хотя известно Что он писал Ну как бы Мемуары Так что Скажем Даже для нас Сейчас Вот этот Даже Примерный список А их Вот я говорил Что Где-то Примерно 140 Наименований Было бы интересно Глянуть И это все Библиотека Грозного Да Получается Да Вы знаете Вот Я говорю Что идет Вообще Скажем Вот есть раз Три списка Но точно Известно Что когда Грозный Вел Словометание Так называемое С папским Нунцием Пассивина Это уже Когда Значит Пассивина Предлагался Принимайте Все Католицизм И мы Тогда Вас Оставим В покое Потому что С трех сторон На Русь Тогда Кинулись Это Была Серьезная Вещь Это Самая Как Выкрутился Иван Грозный Я не представляю Себе Но в общем Там Более Менее Все Благополучно Кончилось Вот Так вот Когда он Вел Вот это Слово Премия С Пассивина Значит Пассивина Неожиданно Сказал Что Список Его Библиотеки Он хотел Ему Сказать Иди Посмотрим Я не могу Пойти Посмотреть Твои книги Потому что Книг Вообще Там Сказать Псалтырь Библия Евангелия Все Других Книг Нет Он ему Говорит Извини Отец Родной Вы Сжигали На Триденском Соборе Во время Он шел 18 лет В городе Триденти Вы Уничтожали Все книги Когда вы Составляли Библию И Евангелие Вы уничтожали Все другие Книги Чтобы Не было Чтобы В мир Шла Одна Религия Я Кстати Должен Тут сразу Заметить Что Инквизиция Была создана Не для того Чтобы Ловить Женщин Обзывать Их Ведьмами И сжигать Она была Создана Для того Чтобы Очистить Дорогу Библии И Евангелия Все остальное Должно Быть Сожжено Если Кто-то Думает Что я Уж Слишком Издевательски К этому Ордену Инквизиции Святой Инквизиции Отношусь Пожалуйста Пусть Очень хорошую Книгу Интересную Веселую Почитает Это История Моей Жизни Казанова Где Все Четко По Так сказать По 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 Графам Разложено Он это Описывает Что они Охотились За Свитками Охотились За кожей И вот Посадили На 5 лет В тюрьму Пьем были В Венеции В свинцовую тюрьму Где он должен был Умереть Там нельзя Было Выдержать За то Что у него Было Три Кожаных Свитка Ну а там Ну было Так сказать Отношение Мужчины И женщины И Это самое И Астрология Там Там Были Шпионы Которые Собственно Зарплаты Естественно Не получали Как и те Кто торговал Индульгенциями От святой церкви Да А они Вот Искали Бегали У кого Книги Есть Того Значит Того Сдавали Получали Деньги За это Заработ Все А Человека Ставили На его книге И сжигали Это мы дальше Будем Если про Минск До Минска Доберемся Там Мы по это Поговорим Владимир Николаевич Надо еще отметить Следующее Многие считают Что инквизиция Была только На западе А ведь Есть еще В свое время Грекулов Написал Православную Инквизицию В России И этот файл Вы можете Книгу Скачать В интернете На свободном доступе Есть Так вот Там тоже Рассказывается О том Как уничтожалась И просвещенная Элита России Как уничтожались Те Кто По другому Несколько мыслили Как уничтожались Те Кто Не принимали Христианство Вплоть до того Видовские процессы Происходили Те Кто не был согласен И раскольнические Происходили И гонения На просвещение Науку Происходили Это не запад Это все В России Тоже происходило Так что Если уж мы Коснулись Инквизиции То надо понимать Что инквизиция Была По всей Европе Включая И Россию Тоже Вот это Уточнение С моей стороны В общем Вы правильно Говорите Инквизиция У нас Видите Как Я согласен С тем Что она была Скажем Были Староверы Потом были Старообрядцы И были еще Раскольники Это три вида Не каждый Не об одном Виде Говорим А о трех Но это я Потому что Санимался Историей Это мы Оставим В стороне О том Что уничтожались Книги Да Монастыри Немножечко Неправильно Так сказать От древности Немножко Не в ту сторону Пошли Понятие Монастырь Монастырь Монастырий Вот так надо Да Это единственное Число Это Примерно Так Что Прахом Предков Оберегаемое Оберегаемое Ну скажем Товар И зерно Да Вот так Примерно Потому что Это были Хранилища зерна Что самое главное Скажем Если знаешь Что Ну что-то Предстоит Война Или там Какой-то там Не знаю Потоп Там Ну Катаклизм Самое главное Чтобы в государстве Были всегда Запасы зерна А вот Уж для товаров Монастыри Брали деньги За то Что Купцы там Оставляли И хранили товар Вот написать Склады Где строить А они Монастыри Не закрывались Там Ничего Не это Самое Получается Что монастырь Изначально Это не просто Место Где люди Сидят В молитвах А изначально Это место Как хранилище Товаров Под какие-то Может Залог Или что-то еще Да Где можно было Хранить Заплатить За хранение Или оставить Залог Что-то И так далее И тому подобное Правильно я понимаю Так выходит Алексей Дело в том Что надо понять Самое главное Под Богом Там я говорю Не было Никаких Ни ворот Ничего Пожалуйста Можно было Зайти Вот я знаю Что я читал В старых книгах Ну скажем Человек пришел Там нагреб себе Пол мешка зерна И пошел Он отошел Десять шагов От ворота И упал Все умер Разрешился Вы понимаете Что когда вы подготовлены К тому Что Бог тебя видит И Бог тебя слышит Это не тот Ну не новая религия А старая Ну никуда ты не денешься Что-то в новом мире У нас такое не происходит Воруют Как говорится Не мешками А вагонами Да И живые Здоровые Да еще и Посмотришь на их закрома Родины Которые часто Мелькают На некоторых Фотографиях И видео Ну прям Ну такие закрома И понимаешь Почему В общем-то У них жизнь удалась Ну ладно Это отдельный разговор Это все отдельный разговор Мы давайте Я просто вот Еще немножко Про библиотеку Я расскажу Самое главное Наверное Будет так Потому что Может возникнуть Вот такой вопрос Например А где он брал книги Ну во-первых Значит он Как вам сказать Где-то буквально За 8 лет Вот когда он Убрал Этих самых Опричников Иван Грозный Он убрал Опричнину Разогнал Ну не то что разогнал Вот распустил Опричнину Их просто С двойным С двойным окладом Сделал стрельцами Значит И Послал Туда вот В Ливонию На войну Значит И все Он с этим Но в это Еще был другой переход Он вернулся К старой вере Он Ну как Сейчас По нынешнему Год язычник Он вернулся К старой вере Он Так разочаровался Потому что Ну действительно Люди верили Он Он Так сказать Тем более Он Он Это же психологическое Представляете себе Быть царем Да Отвечать за каждый Чих На огромной территории Включая Сибирь Это все Все это надо понимать Но он не был Скажем так Каким-то психопатом Он не был Помешанным Как его там Изображают Это был Это был Серьезный Мужчина Что называется Шахматы Сейчас мы Ломаем Два стереотипа Уже сходу Первое То что Все-таки При Иване Грозном И Иване Четвертом Это было Не везде Христианство И даже были Возвраты К ведическим Основам Я предпочитаю Все-таки Не к языческим А к ведическим Говорить Потому что Язычество Очень не одинаково Воспринимается И Довольно Такой интересный План А ведическое То что Ведание знания Более к древней Вере Относится Так вот Это первое А второе То что он Не был Психопатом То есть Это был Такой Серьезный Мужчина Который Серьезно Управлял Такой крупной Державой Как Русь Кстати Вот тогда Вот Россия Ну и слово Русь Сейчас не употребляет Россия тогда Его царствование Ивана Грозного Это уже Было Достаточно Внушительное Или как там Говорят Ну такое Так вот Мелкое Не очень крупное Давайте я вот Сейчас минуточку Я это самое Я поддерживаю То что вы говорите Но я просто хочу Чтоб не упало Это не ушел Вот этот факт Где он брал книги Он начал собирать Книги Ну ему во первых Дарили Ну дарили обычно Вот эти Монастыри ему рисовали Вот скажем Четий Миней Знаменитый Монастырь Кириллоозер Белозерский монастырь Он туда каждый год Вкладывал огромные деньги 17 рублей серебром Но он собственно говоря Надеялся туда уйти А потом он стал Всем говорил Что он уйдет В Англию Это Это вообще Уникальные вещи Как вот приходилось Крутиться Да Между капельками Бегать Это Просто Я Хочу вот что сказать Никаких проблем У нас со связью нет? Нет Я все прекрасно слышу Нет А то у меня Он заморгал Ладно Значит он Во-первых Ему книги дарили Английские купцы Приезжали Они от него получили Вы представляете себе Он очень жестко Все рассчитывал Он им открыл дорогу В Персию По Волге И главное поставил Ведь дорогу По Волге Плыви Нет Самое главное Чтобы тебя не грабили Он поставил защиту По Волге По всей Волге До Астрахани Поставил защиту Это очень дорого Обходилось Но ему надо было Ну как бы сказать Это уже был политический вопрос Что вот Англия с нами Да Англия может ударить Англия была достаточно сильная Машина Так вот Значит По Их По ихним Несколько Есть книг Да вот Все знают Вот Джером Гарсей Он был Считался английским купцом Но он был шпионом И он шпионил Так сказать Как бы продавал Свои шпионские услуги Ивану Грозному И одновременно Елизавете Второй Писал Приезжал Он два раза был Три раза был в России И писал отчеты Вот И книгу Слава Богу Вот МГУ Московский университет Дай ему Бог здоровья Всем ребятам Кто и вот эту книгу перевел Потому что там Такой массив информации Кажется Вот просто Выложен огромный массив информации Если с умом подходить Так вот Скажем Вот он что пишет Что английский купец Йохан Вэм Он оставил письма Дневники И иные документы Поставлял Ивану Грозному книги Купец писал А еще закуплено было Книг рукописных и печатных И продано для царских хранилищ Понимаете Я думаю Что купец видел Куда книги И продано для царских хранилищ На пять тысяч золотых Вот что я могу сказать Скажем Рембрандт Ну вы помните Рембрандт Получил за свою Свою самую дорогую картину Ночной дозор Шестьсот гульденов Тогда огромные деньги Прожиточный минимум В Голландии Того времени Он составлял всего Шестьсот золотых гульденов В год Это на десять лет Ему хватило бы Да Он достаточно жил Он прекрасно жил Так вот Представьтесь На пять тысяч золотых гульденов Золотых У царя было золото У царя было там и серебро И все Это первое А второе Ну скажем Как-то нам надо Немножко Подогнать Вот Скажем Ну какие деньги Вообще вращались Вот самый простой пример После того Как Стал Правителем При Иване Федоровиче При Федоре Иоанновиче Извиняюсь Этот самый Годунов Борис Годунов Он еще был правителем Пока правил Почти 15 лет Федор Иоаннович Годунов в год получал Вот как раз Джером Гарсей Доносил это И Это самое Сто Тысяч В среднем Сто тысяч рублей Ну бля Царь платил Монастырю Ежегодно Семнадцать рублей Серебро Годунов получал Доход От Своих имений Часть Награблена Ну в общем Воинской добычи Да Значит Как-то зарплату И всякие подношения Туда все Сто тысяч рублей В год Нормальненькая сумочка Это огромные деньги И он Самое главное Значит Я проверял Я кстати Когда Ну его уже все Он умер внезапно У него видно Поджелудочное Не выдержало Потому что там Ну вот это Когда началось Эти самые Смута Все Снесли Там Те кто Восстали В Кремле Снесли Его особняк Искали Как раз Ну все Прекрасно знали Я же не спрятался Нет Ничего Ну там Нашли одежду Там нашли Что-то В особняке И я единственное Я долго рассчитывал Но я сделал вывод Я кстати Опубликовал Так сказать В нескольких Изданиях И в журнале Что он Ведь никто Не помнит Не может Элементарно Учесть Что Борис Годунов На протяжении 15 лет Пока он При этом Самом При Федору Иоанновичу Жил Он правитель был Он потихоньку Правда Там Соправителей Отправлял В общем Сами понимаете Он туда Откуда не возвращается А И еще потом Он 10 лет Правил Ну там уже Так сказать Тоже имел Это была его Казна Негосударственная Бояре пытались Его поймать Когда началась Спекуляция Хлебом И все И он выплачивал 20 тысяч В Смоленске Рублей Выделил На закупку Зерна Потому что Зерно с 3 копеек До 15 копеек Поднялось в цене За пуд Ну это Ну не шуть в этом Я просто сказал Ребят Вы посмотрите Пожалуйста Где Он же из Москвы Не выезжал Когда он был Избран царем Он на 2 месяца Попросил Вот того Конь У нас был Я забыл его имя Как зовут Ну это Ну он короче У нас Архитектор был В его время Он выстроил Такой Городок Из этих Из шатров Шатерный город И они 2 месяца Пировали Они выехали На Аку Как бы Противостояние Против крымских Татар Татар не было Они 2 месяца Пировали Ну обмывали То что Новый царь Туда сюда Для чего Он всех вызвал Туда И всех Вот эту Всю старую Боярскую Верхушку Он всех Смел Назначил Новых Но еще Он никогда Не делал Все один Он 2 или 3 Зайца убивал У него Личная охрана Были немцы Немецкие Ратники Возьмем так Владимир Николаевич У нас сейчас Музыкальная пауза Уже должна идти Поэтому давайте Мы сейчас Вот что сделаем Сейчас мы Останавливаемся На том что Годунов Был очень Интересный Правитель Что он Снес старую Всю верхушку Поставил новых У него охранники Были немцы Вот на этом Мы останавливаемся Я ставлю музыкальную паузу А дальше После нее Продолжаем разбирать Столь интересную тему Продолжаем разговор Продолжаем разговор И что он Что он творил Почти два года Включая В монастырь Деньги были Деньги были И казна у него Была большая И он любил У него Половину себе Вот это очень Хорошая И вот они К никему Понатаскали То же самое И она Естественно Были заложены В казну Я думаю Что нам Тему надо Так сказать Побыстрее Двигать И вот я Сразу скажу Что вообще Личная казна Была государевая Была личная Государственная Была личная казна Они же хранились В трех местах Всегда Это начиная От Ивана Калиты И одним из Мест хранения Была Вологда Но Понимаете Сама Не сама Наверное Вологда Там никак не могут Там много И долго ищут Ничего не могут найти Там какие-то Монеты находили Там же подземелья Но это легкие Подземелья То есть прорыто Прорыто Просто Ну так сказать Канава И она перекрыта И все Вот подземелья Это не то И вот Нужно Вот что сказать Когда он закончил Ушел из Ливонии То есть он Понавез оттуда Много добра И он прямо Силой заставлял И наших Иностранцев Иностранных Купцов Скупать это добро Он кстати Знал что Дальше будет Очень туго После его смерти Федор Иоаннович Ни с чем не справится Ну он Все таки был И дальше Могло быть Совсем туго Для государства Поэтому он Так сказать Вот таким образом Собирал деньги Ну вот смотрите У нас Был договор Точнее у Ивана Грозного Был договор С ханом Гиреем С крымским ханом Это уже Вот сейчас Начинаются Исторические факты О том Что там Там как всегда Подписывали Вечный мир Подписывают Вечный мир Через год Через два Начинается резня И вот Последнее Нападение Вот после того Как вернулся Иван Грозный Так сказать С Ливонской войны Он там Вот эти деньги Собрал Что там Начал подправлять Стены Все такое прочее Но в основном Он деньги куда-то Заложил И тут Нападает Хан Гирей С очень Достаточно Большим войском И Иван Грозный Вместе с чадами И домочадцами При личной охране Он бежит В Вологду Это всегда так Было Все уходили В сторону Вологды Значит И бежит он Интересным путем Немножко криву Дело Через Белозеро В этой точке Можно было Значит Раздвоиться Его пути Он мог попасть Либо В Вологду Либо дальше На север Там через Северная Двина По-моему Называется Там Вологи Все отработано И он мог попасть Или в Валаам Или на Соловки Он Так и говорил Жерому Гарсеве У меня там Все на Соловках И казна И все Все такое прочее Все спрятано И я Так сказать Убегу в Англию К вам Убегу Туда В Англию И вот Когда я Это проанализировал Вот это Последнее бегство Можно было Отстоять Москву Можно было Так сказать Не это самое Но что-то Зачем он Так сказать Побежал Говорят Вот как Он немножко Был не в себе Он был немножко Так сказать Тронутый Да нет Я говорю Что он думал О будущем У меня Такое ощущение Понимаете Когда Один сын Умер у него Иван Он ведь Его не убил Иван Грозный Убивает Свою сына Ивана Он его не убил Там Ивана В общем Немножко Отравили И отравили Это англичане Ну Об этом уже Говорить Значит И вот Остался Федор Понимаете И То есть Как сказать Если поставить Мне себя На его место Я бы тоже Думал о будущем Наверное О детях Там О том О государстве Что дети На государстве Сидят Живут Сын Так сказать И вот Там есть Интересная Такая Заминка В описаниях Там Длинное Описание Как он Бежал Как спасал Ну В общем Семья Поехала В Вологду Все Вот эти А Иван Васильевич Он некоторое Время Спасался На Белозере Ну То Карту Немножко Представляет Себе Понятно Там Вот этот Монастырь Кирилло Белозерский Монастырь Он В такой Знаете Находится Ну Как вам Сказать В таком Кармане Куда Только Один Путь И который Там Можно Поставить Сто Человек И они Тысячу Татар Остановят Если Кто-то Побежит Но Татары Не могли Туда Ити Потому Что Это Кони И Кони Там Не болото И Реки Это Бесполезное Явление Вот Значит Смотрите И Когда Он Спасался На этом Белозере В общем Сейчас Я Прямо Фактам Вот Возьму Просто Факт Значит Там Было Таких Четыре Значительных Факта Давлет Гирей Москву Пожег Взял Полон Как Обычно И ушел В Крым Все Теперь Дальше Иван Васильевич Он Вернулся В Стольный Град Москву И Там Уже Не Жил Он Жил В Коломне Он Кстати Знаменитое Село Александрово Которое Там Он Там Уже Не Жил Все И В Александрове Он Не Жил Потому Что Там Сколько Он Нагрешил А Вот Ну Это Ладно Казна Казна Царя Которую Везли В Вологду Но Крюком Вот Так Мимо Белозера На Паре Сотен Телег Назад В Москву Привезли На Сорока Телегах Казну И Самое Может Быть Даже Более Самое Главное Но Представьте Да Где-то Значит Две Сотни Телег Вернулось Сорок Телег Казна Всех Своих Близних Окранников Что Бежали С ним Царь Казнил За то Что Побежали Не Уберегли Москву От Поганых Вы Понимаете Что Такое Это Самое Ну У У У меня Даже Вот Слов Не Находится Чтобы Сказать Это Обычное Дело Если Он Прятал Казну Сделал Клад То Тех Кто Осуществлял Кладоположение Тех Убивали Это Закон И Вот Он Им Говорит А Вы Чего Не Остались Он Им Приказал Сопровождать Его А Потом Говорит Вы Чего Не Остались Почему Москву Не Защищали Почему Вот На Основание Этого Он Их Казни Там Видите Как Там Интересно Вообще Сам Гедронин Белое Озеро Оно Это Бел Бел Зеро Бог Дракон Семя Посадил Ну Это Дальше Уже Можно Рассказывать Мы Уйдем В Сторон Это Был Огромный Центр Так Сказать Вот Той Ведической Религии Старой Я говорил Что Иван Грозный Отошел И он Перешел К Идической Религии Помните Когда Пригласили Этих Финских Волхвов Вот Последние Де Они Сказали Вот он Умрет Вот В пятницу Царь Сходил В баню Прекрасно Чувствовал Играл В шахматы Там С купцом Значит Эти Говорят Мы вас Сейчас Там Повесим Или Это самое В болото Посадим Они Топили Обычно А Они Говорят А еще Не вечером Не вечером Царь Накрылся Белым Саваном Так вот Я так думаю Что А там В районе Белозера Там есть Такой Там Большие Залежи Просто Минерала Содержащего Кальций Огромное количество Кальций Вот Вот Там Есть Пещеры Представьте Вот В этом В кальций В кальците Да Я Немножко У меня Вылетел Из головы Название Доломит Вот Доломитовые Там Огромные Доломитовые Залежи Он Прекрасно Обрабатывается Там Можно Вообще Сделать И там Видно В древности Было Сделано Славянами Это Была Их Территория Новгородских Славян Они И там Вятичи Граница И вятичи Могли Это Если он Знал Куда Завести Эти Телеги Там Представьте Себе Там Если Там Есть Туннели На глубине 10 метров Есть 20 20 метров Там Вентиляция И там Никогда В Доломите Даже Ни одна Бактерия Не заведется И Холодно Все Книги Сохранятся Прекрасно Это Не как В Москве Когда Скажем Ну Могло Что-то Сдвинуться Это Ж Бывший Вулкан Огромный Москва Стоит На месте Бывший Вулкан Там Иногда Землетрясение Было Понимаете Может Сверху Как Москва Река Капать Потихоньку А там Нет Доломит Это Называется Термос Вот Почему Я говорю Что Понимаете Надо Было Там Искать Я не знаю Куда Спрятал Там Своё Серебро Золото Я Всё время Думаю О Либерии Золото В другом Месте Там Серебро Золото У них Было В изделиях И Обычно Обычно У нас Ходило Венгерские Золотые Дукаты Вот Так что Я говорю Первое Значит Он убрал Своих Свидетелей Кладоположения И В сорок Телек Всего Вернулось И Доказательством Тому Последнее Свидание Джерома Гарсея Вот Шпиона С ним Когда Он Его Пригласил И Говорит Ну Пойдем Посмотрим А он Обычно Заходили Они В Казнохранилище Там Огромное Такое Полукупольным Таким Ну Представляете Себе Ту архитектуру Стоят Сундуки Кругом И Главное Стоит Штоун На котором Шесть Корон В центре Царская И там Дальше Теми Которые Царствами Он владел Ни Корон Нет Ничего Нет Один Сундук Полови Там Маленький Сундучок И Вот Он Опять Играл Этими Камень Он Постеснялся Даже Не мог Спросить Естественно А куда Делись Камни Чем Он Хвастался Ну Вот Так Вот Такая Вот Вещь Теперь Что 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 Можно Сказать Вот Сейчас Насколько Я знаю Может Быть Больше Может Быть Меньше Насколько Я знаю В общем Я Посмотрел На Это Дело Я Представил Себе Какие Затраты Нужно Понести И так Далее Нет Я бы На это Дело Не пошел Естественно Просто Я для себя Выяснил Что Я знаю Куда Он Мог Очень Точно И почему Спрятать А сейчас Две Группы Какие-то Ищут Они Огромное Говорят Понятие Что Говорят Говорят Эти сплетни Я не хочу Даже Упоминать Просто Я помню Помните Что Бывший Мэр Юрий Лужков Очень Много Времени Посвятил Тому Поиску Очень Много Старые Дома Там Посносил Может Под Это Дело Но Меня Уже Это Не Касается Понимаете Самое Что Интересное Я Так Сказать Поиском Этой Библиотеки Можно Заниматься Именно Вот Этой Библиотеки Но Ее Сразу Скажем Если Ну Грубо Можем Представить Я Там Насобрал Бригаду Мы Пошли Нашли Там В Доломитах Попорылись Полазили Нашли Вход Там Естественно Вход Может Какой-то Еще Такие Капканы Растали Ну Не суть Важна Нашли Ну Я же вам Читал Из чего У нас Состоит Там Политическое Явление Во-первых Государство Все Отберет Государство Не Вернет Затрат На Поиски А затраты Там Могут Быть Доходить До Пяти Миллионов Долларов У меня Есть Один Специалист Он Прикидывает Что Такое Кому Включая То Что Кому Просто Дать На Лап Вот Поляки Затребуют Свои Книги Татары Казанские Свои Власти Израиля Свои Шестьдесят Ящиков Без Двух Затребуют Платить Они За Ящики Не Станут Поэтому Смысл Искать Только Можно В Государственном Мастабе Понимаете Я вам Говорю У У меня Опыт Вот Уже Где-то Лет Двадцать Вот Сегодня Только Мне Звонили Ребята С Хакасии Ну Обычно Звонят Задают Вопросы Там Топонимы Такие То-то То-то Они Нашли Очень Серьезные Артефакты Точнее Где Находятся Серьезные Артефакты Причем Подтверждение Там Прямое И явное Там Ну Это Уже Отдельный Разговор Я Просто Так вот Я Говорю Что Ну Ее Даже Они Нашли Им Нельзя Эти Артефакты Не Надо Ну Можно Просто Посмотреть Фотографировать И уйти Там Вот Не так Давно Там Нашли Рыбаки Нашли В воде Они Ставили Сети И Нашли В воде Огромную Золотую Женщину Она Им Сети Порвала Они Пытались Вытащить Они Сбежали Оттуда Вызвали Милицию Но мы Сейчас Немножечко Все-таки Уходим От темы То есть Получается У нас Есть Чего И где Искать Но Мы Должны Понять Что Все-таки Либрерия Ивана Грозного Находится Не в Москве Потому что Москву Уже Всю Перелопатили Копали Кому Не лень Во все Времена Она Должна Доходиться В другом Месте Вопрос В каком Состоянии Находится Количественному Как На твой Взгляд Это Или Все-таки Библиотека Еще Находится Вот В том Состоянии Как ее Описывали Очевидцы Вот Как Самый Значительный Вопрос Я Сразу Отвечу Что Библиотека Как она Была Собрана Иваном Я смотрел По спискам Вы Понимаете Для нас Библиотека Тысяча Экземпляров Пять тысяч Кто-то У меня Двадцать Тысяч Книг А Это Было Максимум Двести Но там Ведь не Только Были Книги Там Действительно Там Были Славянские Артефакты Вот Я О них Хочу Сказать Отдельно Это Самое Тут Вот О чем Надо Сказать Ее Никак Ну Вот Она Как С Это Часть Казны И Никак Ее Отделить Было Нельзя Вот Ее Раз Сюда Привезли И Все Там Самое Интересное Я Почему Еще Упомянул Годунова Он Получил Полную Власть Но Он Не Интересовался Совершенно Скажем Хотя Он Был Образованнейший Человек Он Знал Латинский Язык Он Знал Немецкий Язык Он 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 Говорил На Русском Языке На Татарском Годун Вот Кстати Понятие Такое Тюркское Это Годун Это Я Забыл Совершенно Как на Тюркском Звучит Это Люди Одного Возраста Которые Вместе Идти В Бой По 16 Летам И по 20 Летам И это Называет Этих Заребят Это Такое Понятие Поэтому Там Видно У него Татарская Кровь Полу Русский Полуритар Понимаете Вот В чем Дело Как вам Сказать Она Представляла Собой Не только Не Столько Денежную А И не Столько Может быть Ну Назовем Так Умственную Ценность Да Культурно Умственную Ценность А Политическую Ведь я вам Сразу Сказал Что он Он ее Начал Собирать Заинтересовался Это кстати Вот сейчас Я не могу Вспомнить По моему Что бы Был Одно Время При нем Несколько Немцев Было Они все Потом Уезжали Или Исчезали Но один Вот что бы По моему Он в Германии Опубликовал Материалы Немуары Что он Внезапно Вдруг Вот Это самое Начал Интересоваться В смысле Доказывать Как бы Искать доказательства То что он Легитимно Сел на престол Понимаете Ведь он же Эту самую Вопричнину Организовал Чтобы защитить Власть Было Хитро До того Сделано Что он Внутри Страны Живите Как хотите А я Вот по Периметру Страну Охраняю Все Что-то В мешок Положил Вот такие вещи И поэтому Она Ну видно Была Может быть Может быть Он с ней Как-то Что-то Ей там Писал Ну Знаете Заметочки Делал Во всяком Случа Да Был Такой Интересный Это в конце Восьмидесятых Годов Когда пришел Горбачев В классе Когда зашевелились Разные там Языки И умы Начали Говорить О том Что Библиотека Либерия Библиотека Ивана Грозного Она Давным-давно Раскидана Это самое И в Ленинграде Часть И в Ленинской Библиотеке Румянцевская И там В библиотеке И в МГУ Там есть Какие-то книги И вот Это очень долго Муссировались Года два Кто денег Да что вы исти Ничего нету Никакой библиотеки Да какой там Он царем был Будет он Ему нужна библиотека Он пил Там На бесчувствие Восемь раз Был женат Какой это царь Вообще Разве для русских Так сказать Прилично бы иметь Такого царя Там Знаете Немножко в сторону С его женитьбами Тоже ведь не все Так просто Это не Генрих Восьмой И его восемь жен У Ивана Третьего В принципе Было Три жены Всего-навсего Хотя ему Там Числишь Восемь Ни к чему Не придерешься Церковь Две жены Разрешает А третью Он вымолил Как бы Да И все А никаких там Восемь жен Это Такие есть Это уже В общем Такие сплетни Но это В общем Не касается Я бы Вот что Хотел сказать Ну Уже В общем Подходя К концу Этой темы Цена Этой библиотеки В принципе Ее Никак не оценишь Вот я называл вам Всего мира Мудрость Я спрашивал У меня есть арабы знакомые В Иране В Палестине Я спрашивал Ребят Вот такого знаете Писателя Ну В Иране У меня переводчик Дипломатический переводчик Нет Не знаю Нету такой книги А у нас она есть Где там Я уж не говорю о том Что скажем там Ладно Книги татарские Это же надо Это Это история Того Как Русские И вот То есть Это будет история Того Правдивая история Того Как То что называют Татаро-монгольским Игом Якобы То чего не было Да Было ли оно вообще Если было То в каком варианте Там отдельный Надо разговор Да То есть Вот в чем дело То есть Если мы находим Если мы находим Эти книги То в этом случае Вскрывается то Чего не хотят Наши недруги Вскрывается Та правда Тех времен Свидетелем которых Был и Борис Годунов И был Иоанн Грозный И многие другие Предшественники их Поэтому Если вскроется Этот пласт То нашим недругам Просто не Сдобровать Так может быть Эта библиотека Была найдена И уничтожена Хотя давай Мы об этом поговорим Уже после музыкальной паузы Потому что Очередные 30 минут Уже прошли Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном славянском радио Напомню Что по одному Из современных календарей 26 января 2016 года Вторник По одному Из старинных Пятый день Месяца в юге Истужи 7500 до 4 лет А седмица Тайны древних Исчезнувших библиотек Такова тема Сегодняшнего Живого эфира Главный ведущий Владимир Николаевич Дегтярев Итак Мы о многом поговорили Про Ивана Грозного И о том Где и чего Ищут И как там Перекопали Мне хочется Зачитать Из чата Реплики 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 Да В Москве Перелопатили Но до сих пор Найденные находки Например При строительстве Торгового центра Охотный ряд Нигде не показывают Несмотря на то Что об этих находках Официально сообщалось В СМИ Когда Помнится Главный археолог Москвы Заявил Что найдены Более древние Исторические пласты Подтверждающие Что Москва Как минимум На тысячу лет Старше Чем считается Официально Вот такая реплика Но мы Как-то задержались На библиотеке Ивана Грозного Понятно Что не все так Однозначно Ты намекнул Где бы ее Можно искать И я так понял Что если к тебе Придут серьезные люди Из государственных Структур А не какие-то Самопальные копатели С большими деньгами То в этом случае У тебя с ними Может произойти Вполне серьезный Добродушный разговор За чашечки чая И из него Вылится Очень интересная Экспедиция Где Россия Обретет много Чего древнего А теперь Может быть Давай Да Можно прервать Конечно Я просто Чтобы закончить Этот разговор Вот закончить Эту тему Вот смотрите Обратили внимание Я не договорил Очень энергичный Очень жесткий Политик И вообще Человек Этот сам Борис Годунов Он обладал В общем Полной властью Он даже Никогда не заикался Об этой библиотеке И вообще О личной казне Ивана Грозного Потому что он знал Не его казна Все И он знал Что она спрятана так Что никто не знает Но я говорю Все убиты Я что хочу сказать Вот В завершении Сколько у нас На севере Там где жили славяне Можно что-то найти Ну вот вы сказали Там какие-то точки Я просто хочу Быстро говорить Потому что мы уйдем Сейчас На запад Значит где под Славяне Это люди воды В общем Они жили на воде Питались от воды И так далее Вот возьмем Каргополь Его название правильно Каргополе Корабль Священный корабль Видимо Там рядом Озеро Лачи Лачи Это буквально Спрятанные люди Или то Что спрятано людьми Там В Московской области Я сразу скажу Что есть Вот Вот куда Это будет наверное На Северо-восток Там есть Святое озеро Это в сторону Владимира Там есть Святое озеро Оно сейчас Маленькое такое Как прудик Рядом с ним Была целая цепочка Озер Соединенных Между собой Там озера были Там не реки Там реки Не впадали Соединенных каналами Искусственными сооружениями И Можно было Там 200 километров Можно было Из реки Клязьмы Попасть В реку Аку Через вот эту Вот всю Представляете себе Это было еще до прихода Русских Славянами Сделанных И вот там Я считаю Что в Святом озере Раз его так Назвали Оно самое большое Огромное Озер Они прятали все Но технологии Я сейчас не буду Давайте мы отдельно Как-то поговорим Об этих вещах Как прятать клады И так далее И так далее Там в дубовые колоды Они выдолблены были Выжжены Складывали все И заливали там Завязывали Бросали в озеро И все Оно покрывало силам И уходило А вот В озеро Лачи Там Например Шуйского там утопили Там утопили многих Тех которых везли На Соловки Например Да Но не довезли Вот там как раз В Каргополе В этом Корабль Так сказать Священного огня Там видимо сначала Ну знаете как было Славяне Своих Больших Князей Они сжигали Владье Ну или там На На плоту Так вот значит Вот И там Там много добра есть Но опять же Под огромным Слоем мыла Вообще Вот Тайна Как Как прятать Вы понимаете Ищут в земле Клады Но это русский Русский способ Кладоположения Славянский способ Кладоположения Он Связан с водой Ну все Давайте мы Это самое Не будем там Говорить От чего Москва Произошла Это самое Понятие мозг Не мозг А мозг В невыделанная шкура Там было много Прудов Сделано Там рек Речушек Вот Повятский Язвятич Славянин Пруд Мочище Там шкуры Вымачивали И потом Выделывали Эти шкуры Пользовались Очень большим Спросом Наши Было Деньги Зарабатывать Русские Это были Те которые Пришли В 10 веке И чуть пораньше Они были Профессиональными Воинами Им челюбкаться В пруду Было Невместно Ну мы сейчас Опять же Можем затронуть Тему будущих Наших эфиров Поэтому я предлагаю Так мы Закинули удочку Прознести слово Русские Славяне Чем отличались Это мы поговорим Дальше В следующих эфирах Сейчас у нас все-таки Тема тайная Древних Исчезнущих библиотек И мы еще только Ни одну темочку По Ивана Грозному Не раскрыли Так кто же такой Был Иван Грозный В чем же заключается Та ложь Которую нам На уши-то Навешивают Вот смотрите Вот если вы возьмете Официальные документы Далеко ходить не надо Вы возьмите Вот историю Россия Ну короче Сергей Михайлович Соловьев Ректор МГУ Историю-то ему писали В смысле Не то что он Его работали Он брал студентов Старших курсов Они ходили Собирали Так сказать Из летописи То что ему надо Определенный период И он потом Все это соединял И уже писал Это очень просто Делается Потому что 20 томов Написать одному Это надо быть Не ректором МГУ А Скажем Кто там был у нас Этимология русского языка Там был немец Какой-то Писал 8 томов Прости господи Такие тома Надо сжигать просто У него кощ Пацан Без родителей Ну это Сирота Когда кощ Это кощер Значит Я что хочу сказать Когда вы возьмете Сергея Михайловича Соловьева История России С древних времен А там у него просто Выложены документы 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 Вот письмо Идет Скажем От царя Или к царю Значит идет Его естественно Титул Первоначально Да Вот там идет Царь Казанский Царь Астраханский Великий князь Московский Царь Сибирский И дальше идет Обращайте внимание Иван Васильевич Отчич Отчич Идетич Вы понимаете Что это не отчество Иван Васильевич Иван Васильевич Отчич Идетич То есть Ну грубо говоря Я скажу сразу Лучше не будем Время терять Это Ибан Базилевс Это византийский Статус Это статус Императора Иоан Это Значит Рождение Воды Земли Неба Базилевс Ну повелитель Да Это не Понятие Базилевс Оно латинизировано Или греконизировано Это не суть Важно Это называется Там видите Лев проскакивает Дракон Лев с крыльями Это дракон Никто не мог Называть прямо Бога Дракон Базилевс Понимаете Вот Может быть Наши слушатели Не поняли Чего сказал Я еще раз Прыгнусь Царь Казанский Царь Казанский Великий князь Московский Это Иван Васильевич Отчичи Дедич А Иван Васильевич Извините Земель Отчичи Дедич То есть Он Этим Титулом Он предъявлял Мы были У нас первая Империя была Вавилон Бабул Древнее название Божий быт Потом шел Византийская И третья Московская Империя Вот и все Четвертое Не бывать Нам еще долго Куда двигаться Мы еще выйдем На берег Ледовитого океана Когда там будет Тепло Вот Кстати Вот Вы понимаете У русских Было Когда они Вошли сюда Я смотрел Ой Сколько я Времени Положил на это У русских Было Шесть имен Вы понимаете Что в них Можно запутаться Этим То что Называли себя Летописами Летописи Которые потом Переписывались Шесть или Десять раз Или вообще Сжигались Ну это Сколько Сожгли летописи При Ани Иоанновне Бил они Об этом даже Говорить не надо Они бани топили По-моему Все такое Так вот Шесть имен Это первое имя Которое Это по русскому Обычию Я не говорю Про славянское Я говорю Про обычаи Ариев Русских Суры Первое имя При рождении Которое давалось В обманку Потому Ну как бы От злых духов По индийской Ведической Религии Давалось В обманку Скажем Именно Называли Человек А потом Давалось Тайно Давалось Другое Настоящее Вот два Потом Когда Парень О парне Говорю Достигал Шестнадцатилетия То есть Инициация Ему давалось Имя при инициации Третье Потом Скажем Когда он Женился И получал Какой-то статус Но это я не говорю О рядовых Хотя у рядовых То же самое было Вот Так сказать Воинах Я говорю Что русские Это коста воинов И инженеров Он получал Четвертое имя Потом Когда он Умирал Он получал Пятое имя А уже Пятое имя Когда они Вышли сюда Когда они Взяли христианскую Религию Для того Чтобы у них Было идеологическое Обеспечение Ворваться На то Что называется Сейчас Русская Равнина А тогда Она называлась Светлая Орда Значит Они Еще брали Христианское имя То есть Шесть имен Так вот Имя например Ивана Третьего Ну не Иван Третий Он Тимофей Его христианское имя Тимофей Имя Ивана Грозного Тит Тит Вообще там У двое На и Имя У этого Самого Якобы Убитого Борисом Годуновым Этого самого Вугличе Дмитрия Царевича Дмитрия Вообще Великое имя было Увар Увар Причем Что интересно Как он мог Получить имя Уар Потому что Он говорит Водяной То есть Он происхождение Имел от воды Славяне Произошли Мы будем потом Говорить о том Кто такие славяне Кто такие русские Ну вот Русские тоже Произошли от воды Но совершенно по-другому Ну в смысле У них есть там Определение Что они водяные Но это Владимир Николаевич Не раскрываем Тему будущих эфиров Да-да-да-да Все Но вы поняли Да что Нет Мы не знаем А возьмите Пожалуйста К нему Обращаются Крымские татары К Ивану Третьему Потому что Он здорово Что называется Потрепал И вот Они пишут Начало Обращения На татарском языке Салам алейкум Ак-сар-лар Ну здравствуй Этот самый Ак Это Благословенный Это Священный Очень Очень уважаемый Очень уважаемый Да Царь Понятие Лар Это вот как раз Как раз Лар будет очень уважаемый Но сначала Царь Сар Вперед У нас помните Есть город Царов Ну да В общем Все титулы Они ему тут сразу говорят И уважаемый И божественный И царь В общем Все Да Да Все Там не было Иван Васильевич Ничего Ак-сар-лар Все И дальше Слово Мы вот Желаем Чтобы мы подружились Нам не воевать Не надо Нам надо там Торговать Мы тебе предлагаем 20 тысяч лошадей Это было Как Когда я прочитал Я вообще Чуть Ну понимаете Я чуть не заплакал Иван Третий Был такой Дипломат Вот на уровне Нашего нынешнего Лаврова Как Лир Николаевич Ты говоришь Все время Иван Третий Но ведь известно Что Грозный Это Иван Четвертый Иван Четвертый Да Я и про Ивана Третьего Говорю К нему Вот обращаю Ак-сар-лар Хотя Даже Боярия не признавали Его государем Царем Сарта Это царь В написании Да видите Вот это С Латинское Которое С Можно читать Как С Как К Как С И как букву АБЦ Три Цифру три Это все Ой господи Что такое латинский язык Так это тоже Отдельный разговор Не надо Давайте следующий вопрос Иначе мы тут Заверим В общем с Иваном Грозным Разобрались Что Иван Грозный Иван Третий Это очень уважаемые люди Которые Как показывают В общем-то Даже скудные Исторические какие-то факты Которые перепутаны Не такие же простые Ребята к нам Преподносят Ладно Давай переходим К Минску Вот так вот На запад Начинаем двигаться Что же там у нас В Минске Такого интересного Чем нас этот город Может заинтересовать Вот мы В процессе беседы Говорили О инквизиции В общем И в целом Вот история инквизиции У меня несколько Там есть книг Там все История инквизиции Там в общем Скажем Они переведены Инквизиторы В общем Шастали по всей Европе Естественно Что были люди Вот я вам говорил Уже Что вот говорят Ага У него там есть библиотека Ну там эти вот Шпионы Вот у такого-то там Скажем Купца Вот он собирает книги Ну мало ли Купец что-то мог собирать Он мог Собирать Какое-то собрание делать Чтоб его потом Выгодно продать Правильно У него есть Собрание книг Вот я Да это сам И они Значит Кто успевал Ну они тогда Действительно Опасались всех этих вещей Им надо было Где-то куда-то поехать Чтобы семью спасти Спасти так сказать Средства Деньги Ну и спасти эту библиотеку Вообще Очень многие понимали Что такое Даже вот грубо Как растет цена книг Да С каждым годом Там или с каждым десятилетиям И вообще И потом В книгах Например Лечебники были Да Возьмите Манускрипт войничек Который даже Американская АНБ Не могло Со своим Большим лбом Суперкомпьютером Перевести Ну они Там переводить Нечего Понимаете Там простейший прием Ну в общем Не было Там было все И как любить И как жить И как есть И вообще там Как детей Ну библиотека Есть библиотека Нельзя Вот есть библия И есть евангелие Там все написано Все остальное Под огонь Вот таким образом Так вот Они спасали все Ну были такие Книжники Люди Которые Занимались Перепиской И так далее И так далее То есть у них были Какие-то Скажем Оригиналы Написанные на коже Они их переносили Уже на бумагу И чтобы не потерять Но это единственный заработок Куда бежать В Польше Свирепствуют Да там очень хорошие дороги Ну я не говорю Там Румыния Там Ну там все бесполезно В Минск Это тихое Болотами Реками Прикрыто Это был один ход Туда Чтобы попасть Вот на территорию Минска Вот это Мин Это первое Первое понятие Это высота Ну высокая какая-то Во всех смыслах Высокая Там Мин Это был очень древний бог Которому Он изображен На греческих И на Египетских фресках И на греческих блюдах Вот Это бог знаний И бог плодорождения Вот почему-то знания ему Так сказать И видимо из-за того Что у него рисовали С таким большим лбом Бог знаний Ну и все остальное у него Как вы понимаете Что способствует плодорождению Тоже рисовали очень большим Вот Значит Они бежали в Минск Мы не знаем Истории Минска Ей семь тысяч лет Как они говорят И как Ну когда он город А ну город Город он назывался Вроде того что Тоже тысячу лет Ему как Москве там Даже меньше Вот Мин Это понятие Я не знаю Которое Ну вот если я скажу Скажем Ну Пазузу Есть такой Демон Нижнего мира Первый демон Нижнего мира Это Ну вот только нижний Дух такой Черный Это Это великое название Это просто Ну Эск Это Суффикс Принадлежности Так вот Там было Туда же был единственный ход Через Немигу Все На запад Из запада Можно было пройти только Через Немигу Там были мосты И По другому нет Попробуйте пересечь Реки Там Неман Там пруд Там что-то еще Там реки вдоль И поперек А болото Мы же не знаем Тысячу лет назад Посмотреть Я вот здесь у себя В Тульской области Проезжаю все время Ну объездил там Сколько Вы понимаете Тут где-то начинается Река Дон Боже мой Где она тут начинается Там Такой Такая речная долина Она Шириной Километр И высотой Если я встану вниз То высотой Она где-то 60-70 метров Вы представляете Что-то Что-то такое было Чего ты что-то тут Начинается И какие Какие Личные Болотные Там Ну короче К Минску Подойти было нельзя Туда и бежали Там было Так Отношение К религии Было древнее Честно говоря Я вам скажу Еще почему Понятие Беларусь Все говорят Белая Русь Белая Русь Ну никогда не верьте Первому приближению Да Бел Ла Русь Понятие Бел Это Есть бог Баал И есть бог Бел Вот мы Бел Это дракон Дракон Понятие Ла Это круглый Спрятался Круглый шар Ну в общем такое Там всем Всем определения Дракон Спрятался На Руси Вот и все Он сдвигался Его бог Бык вытеснял Баал И он сдвигался Сдвигался И на карте Четко видно Даже на современном Топонимум Как он Был вышиблен Где-то он В девятом Восьмом веке Он ушел В Южную Америку И там Немножко посидел И сбежал Из Южной Америки Но Это же Последний бог Они же не жили Вечно Они жили У них 30 лет 30 тысяч лет Извиняюсь Это у шумеров Так вот Короче Представьте себе Территорию Которая Священно В древней По древней Религии Которая Не сдает Никого Куда попасть Тяжело И куда Инквизиторы Не заглядывали Я сколько там С белоруссия Конечно у меня Очень много Знакомых И писателей Там все Мы сколько Тему обсуждали В общем короче Они туда бежали Там их принимали И все такое Прочее Книги Укладывались И все И давалась расписка Помните Мы обсуждали с вами Монастырь Чтобы понять Вот такая библиотека Они собирали Там не надо было С них не брали денег Это Там древняя была религия Это религия знаний Мин Это я же говорю Что бог знаний И поэтому Там кто-то поклонялся Мы ведь до сих пор Не знаем Например Кто тут среди нас Бродит Кому они поклоняются Вот такая Вот смотрите Скажем Поисковики Вот кто начинал Немножко так двигаться Потому что Говорили Что в казне Радзивилла Это было Там ищут Клад Радзивилла В этом Несвиш Там его замок Стоял Все Мол Там у него Подземные ходы Там библиотека Нет Там нету Ничего И в подземных Ходах Кстати Клад Радзивилла Они там ищут Нельзя Это славяне Это все славяне Они прячут в воде Вот Значит Я должен сказать Что Мы эту библиотеку В 80-м году Со мной вместе В Аргике Учился Этот самый С Данек Вишера Он стал Потом Чешский режиссер Документалист Я ему Один раз Потом в Ленинграде Помогал Он снимал Это Я так Учился на Драматургии Я помогал Ему снимать Наталья Бехтерова Документальный фильм Там двухчасовой Вот Ну он попросил И в общем Потому что Что такое мозг А надо было На два часа Ну несколько серий Придумать Ну нужна драма Даже в документальном фильме И вот мы много обсуждали С ним и с другими Но он Он тоже охотился За всякими Ему допуск был Открыт Там В Чехословакии В Праге Вот И он сказал мне Что Да У нас Очень много Вот есть Видите как Есть опубликованные А очень много Ну в 10 раз больше Если не Не в 50 раз больше Мемуаров Рукописях Вот он что-то Где-то читал Говорит Минск Упоминается Спрятано в Минске Да вот он собрал Там Значит 10 Лечебники Очень Очень важно Было лечебники Это самое Потому что Понимаете Это веками Нарабатывалось Это надо было Все хранить А Нельзя было считаться Ведьмой Или колдуном А у них там Колдуны были В цене Вот Они оставляли В общем Кто-то Кто-то Потом собирал Народный лечебник Ну людям Жена была лечиться Он не знает Чем заболеет А было тоже Очень много Фальшивых Всяких Придет Надо сказать На вот Попей водички Святой Вот И все А у человека Например Там Грыжа Или что Ну в общем Сами понимаете Люди как Мерли Вот И тут Вот интересное Такое Как-то В Авгике Были братья Стругацкие Они же написали Роман Вот Трудно быть Богом Помните Такой роман Руматоисторский И он тоже Так сказать Спасал книжников И я Совершенно Спрашиваю Этого Аркадия Стругацкого Вы случайно Говорю Там Не изобразили Белоруссию Минск Куда бежали Книжники Он говорит А вы Откуда знаете Я знаю Что Стругацкие Потому что Они Натанович Они Немножко Больше знали Чем все остальные Вот И они Описали Точно Так сказать Белоруссию Вот именно Вот такую Вон ту ситуацию Там же Жесткое Было Религиозное Такое Религиозное Противостояние Ну Это уже Дальше Неинтересно Вот смотрите Скажем Книги В Европе Очень Вот страшно Боялись Теперь мы Перейдем Просто повыше Герцоги Там Бароны Сейчас Мы прежде чем Герцогам Баронам Перейти Еще раз Прерваемся На музыкальную Паузу Потому что 30 минут Еще у нас Ушло Значит Герцоги Бароны Мы запомнили Эту Слова И после Музыкальной Паузы Сразу Продолжаем Продолжаем Разговор Библиотек Большая Рукописи Казанов Библиотек Жан Брали Библиотек 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 Шпионы Библиотек 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 Есть площадь Японцев Они остались На этой линии Байкал Челябинский Проход Потом Они вошли В Германию Черноволосами Потому что Они же У них Была Это самое Там не один год Жили И не сто лет Там тысячу лет Жили С Автохтонным Населением Понятно Как они Выглядели Но это тоже Отдельная тема В общем Видите как Я знаю Что Ватикан Пытаясь Так сказать Пробиться туда В Белоруссию Пытаясь там Установить Это самое Так сказать Своё Они очень Встретили Такой русский Отпор Не славянский А русский Русский Отпор Русских Этих самых Низей И В общем Они Ничего Не смогли Сделать Но вот Где Эта библиотека Понимаете Она могла Быть Скажем Когда А Паскевич Ещё Паскевич Который Был Назначен Ведь раздел Был Три раздела Польши Было Одно Время Великое Княжество Литовское Польша Входила Белоруссия Значит Паскевич Упоминал Он был Наместником Белоруссии Вот Он упоминал Об этой Библиотеке Что вот Очень много Книг И ещё Там один Был факт Я вот Сейчас Этот факт Задокументировал Известнейший Писатель Историк У нас Но он в Риге Жил Известный Писатель Исторических Романов П Да что Что такое Вот Он 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 Очень много Документов Он Во многих Архивах Работал У него Такие Неизданные Записи Там Было Буквально Там Тысячи Страниц И вот Там Он Я помню Что Зорь Знаменитые Фальшивомонетчики Зоричи Это самое Они когда Перед Наполеоном Это перед Наступлением Наполеона В Россию Они огромную сумму Там по-моему 10 миллионов рублей Напечатали Бумажных рублей Их обменивали В России На серебро В общем Занимались этим Конечно Евреи Вот И Значит Они Их же Продал Еврей Значит Он Который Показал Там Русские Офицеры Просто Стояли Он Показал 100 Фальшивые 100 Рублей Там Было Что-то Я не Помню Что-то В надписи Неправильное Но Одна Буква Была Другая Совершенно Вот И они Начали Раскручивать Раскручивать Так Сказать Это Дело Ну Короче Что Там Сожгли Выжгли Всех Списали На Вынужденный Забой Вот И Это Самое Упоминание Было О библиотеке И он Сказал Этот Еврей Говорит Они Зачем Собирали Деньги Они Хотели Купить Библиотеку Они Оплатили Предлагали 5000 Рублей Вот Этих Фальшивых Значит Тем Кто укажет А почему Да потому Что Наполеон Ей Интересовался Об этом Кстати Калинкур Его адвутант Граф Калинкур В своих Мемуарах Упоминал Что Было Он Каких-то Людей Какую-то Экспедицию Посылал За библиотекой Вообще Интереснейшая Вещь Когда Значит Я говорил Про Паскевича Что Вот он Он тоже Интересовался Этой Библиотекой У него Есть Мемуары Они Неоконченные Мемуары Но там Указывается Что Минский Богат Вот То Что У него Где-то Есть Библиотека Вот Такой Вот Что Называется Ну Подвешенным Состоянием Но Понимаете Нельзя Вот Я знаю По себе Вот Как Я работаю Нельзя Пропускать Такие В Минске Работала ННРБ Они Искали Тоннели Ну Тоннели Там Есть И Пусть Там Это Самое Надо Было Копать Поглубже Что Называется И Одновременно Насколько Я знаю Вот Они Спрашивали Про Эту Библиотеку В чате Подсказывают Может Это Пикуль Валентин Что такое У меня Понимаете На фамилии Иногда Бывает Затыка Это Я Когда-то Журналистом Работал Долгое Время Все На блокнот Запишешь Понимаете И все Из головы Вот Вот Это Сейчас Иногда Здорово Отскакивает То есть Вот Такая Ситуация Я Даже Не Могу А Вот Что Через Эту Минскую Библиотеку Я уже Упоминал Прошел Манускрипт Войнич Он Я не помню Где его Купил Этот муж Писательницы Которая Написала Там Это Самое Ну Войнич Писательница Она там Какой-то Роман Ова Написала Вот А Ее Муж Где-то Купил Она Прошла Через Минск Опять же Об этом Манускрипте Войнич Я много Долго Говорить Ведь Это Это работа Которая Просто Была Где-то В 15 Веке Просто Перерисована Переписана У меня Есть статья Там Я тоже Ее Публиковал В Несколько Изданиях Вот Я Единственное Что могу Сказать Сейчас Ну Занимаются Там Минчане Серьезные Люди Я Попросил Позаниматься Пробить Им тоже Это очень Интересно Вот Хотя Это Не касается Официальной Государственной Власти Республики Беларусь Вот Ну Это просто Интересно Потому Что Ну Одно Слово Где-то Поймал Нашел Все То есть Скажем Так У нас Есть Сейчас Уже Нащупались Два Таких Хвостика Ведущие К Известным Интересным Важным Библиотекам Для всех Русских И славян Это Библиотека Ивана Грозного Где-то Уже Можно Поискать Место Определенное Приблизительно Где можно Искать Уже Наметилось И Минская Библиотека Потому что Там тоже Много Подземных Кладов Ходов Где могут Быть Устроены Хранилища Получается Так Я скажу Тебе Вот что Подземные Ходы Вот огромные Тоннели Они под Всеми Большими Городами Города Так просто Они строились Они строились По 5-6 Раз И на Эта цивилизация Я могу Письменно Подтвердить И 90 тысяч Лет Письменно Это можно Подтвердить Они Представьте себе Что Что построено Что где-то Спрятано И так далее Сметает Город Потопом Ставят На этом Месте Ставят На этом Месте Потому что Там Как строились Города Могилев Вот мы Написали Книгу Там Вот есть Писатель В Белоруссии Трахимен Сергей Александрович Очень Такой Он пишет Детективы Мы с ним Написали Как раз Книгу Которая Называется Беларусь Дракон Спрятался На Руси И Мы там Разобрали Топоним И гидроним Могилев Да Как бы Казалось Представьте себе Я живу В Могилеве Ну почему Вы думаете Что Скажем То что вы Слышите То это Так и Есть Могила Немножечко Копните Будут Город Называть Могила Понимаете Там Короче Белорусы Договорились Так У них Там Много Поляков И евреев Они Все Сидят На культуре На деньгах Поэтому Они Как хотят Так и Делают Сегодня Современное Положение Современной Беларуси То есть Белорусского Языка Белорусского Народа Я бы Так сказать Пулемет Своего имени Уже достал И смазал Такая ситуация Я говорю Вот смотрите Могилев Что такое Они назвали Могилеву И даже Пьесу Написали Что Значит Могучий Лев Она прошла Без аншлага Без всего Это так Так сказать Такой ход Культурный Могилеву Но Что самое Что интересно Они написали Это правильно Они нашли Как он назывался Дальше Могилеву Это Я просто Переведу Для слушателей Так Медленно Постепенно Мо Понятие Это прах Прах предков Ги Это Такой Красный Огонь Ну Цвет огня Го Это Желтый Огонь Га Это Белый Огонь Гу Это Синий Огонь Ле Это Много У Это Вода Текущая Могилев Стоит На реке Неман Или Припять Не помню Может быть Слушатели Помогут Вот сейчас Просто Не Валезу На карты Могилев Это Говорит О том Что Прах В Красном Огне Значит Ну В Красных Углях Точнее Вот так Будет Да Плывет По реке Вы же Понимаете Что Славянский Способ Покоения Это Вот брали Либо Плод Раньше Либо Потом Когда Стали Лодки Клали В лодку Клали Все Подношения И Поджигали Там Очень Интересно Славяне Родились В океане Собственно Говоря Понятие Океан Или Море Вот Понятие Море Например Мо Опять же Видите Мо Прах Ре Прах Предков Спахан Почему Потому что Все реки Текут в моря Все Что От нас Остается Это Рано Или Поздно Попадает В реки А реки Текут в моря А Почему Прах Предков Море Вспахан А потому что волны Как Пашня Как Ну Когда пашешь Борозды Да Там остаются А океан Это немножко Ну Я сейчас Попаду На свою Любимую тему Не буду Так вот Могилеву Там стояло Точно Капище Алтарь Вы же понимаете Что Не у каждого Куста На берегу Можно там Положить Человек Там ведь Так сказать Не всех людей Подряд А Очень серьезных Так сказать Ну Уважаемых людей Вот Собирали Лодку Все Вот Именно От этого Капище Отправляли Меня Чуть Не пришибли Я подошел На Вот На прошлой Международной книжной ярмарке На ВДНХ Я каждый год езжу на ярмарку Ну Там Мои книги Вот И к белорусскому Там был Такой Киоск И так Показал Им Подарил Свою книгу И они Зачем А я говорю Вот Мегалеву Они почитали Они меня Чуть не пришибли Могучий Лев И все Ну Могучий Лев Теперь Что у нас В Америке Творится Ну Самый Факт Который Кто изучает Ну Это Несколько Страниц Истории Учебники Истории Скажем Зарубежной Истории Испанские Контестадоры Под водительством Епископа Де Лонга Сожгли Все книги Народа Майя Остались Только Три кодекса Вот Один Дрезденский Кодекс Вот И все Ну Потом Говорят Что там Ну Понимаете Сожгли Да А потом Уже Более Позднее Там В 19 Например Веке Там Когда 20 Когда Начали Поднимать Искать Там Археологи Копаться Ну Как же Так Католический Епископ Сжег Да Что Фашист Что Ли И Сказали Что Он После Этого Одумался И Все Так сказать Снял Себя Епископскую Там Мантию Пошел По По Городам Встречался Со Стариками Записывал За ними Историю Майя Все В общем Почти Восстановил Ну И так далее Прям просветитель Какой-то Да Не смешите Мои Тапочки Называется Значит Во-первых Кодекс Там Дрезденский Кодекс Там Дай бог Памяти Там По-моему 32 Или 33 Страницы Он сложен Гармошкой Такой Складывается Я Потом Как-нибудь Если Будет Время Я вам Расскажу Я насчитал 38 носителей На которых Я вспомните Вам говорил На которых Можно было Писать Даже на чугуне Ну это ладно Так вот Кодексы Майя И вообще Майя На чем А до Майя Были Другие Цивилизации Они писали На коре Фикус Дерево Фикус Представьте Сколько Сохранилось Да И должен Я сразу Сказать Чтоб Вы зацепились Что Славяне Писали На Я не могу Сказать На коре Липы Вот Я сейчас Лыка Вот Там было Пять слоев Когда вы Снимали С липы Кору Уже До самого Ствола До твердого Ствола Вот между Грубой Корой Внешне И между Твердым Столом Было Пять Таких Слоев Очень мягкие Очень нежные Круче 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 И последний Который Перед корой Такой Грубый Из него Делали Короба Заменитель Бумаги Да Вы правильно Угадали Предпоследний Перед корой Это Лапти Третий Средний Слой Вы Представьте Вы снимаете А липа Была Не обхватишь Это метра Полтора Лист Если вы Метр Сделаете Обрежете Метром Снимите И полтора Будет у вас В обхвате Длина Полтора На метр Да Ну они Понятно Что такого Большого Не делали Но я Видел Вот эти Книги Страницы Книги Огромная Книга Там Ну с мой Стол Где там Метр Будем говорить Метр Там на 80 Это у Староверов На Урале Я там Одно время Жил Маленьким Там пока Хозяин Где моя Тетя снимала Так сказать Комнату Ну частно Это Невьевенский Верхневенский Рабочий Поселок Это Секретный Ну там Сверло 65 Вот Она Тетя работала Там учителем В школе Так вот Он мне показывал Там книга Толщиной Ну сантиметров 50 Она вся Она прошита И все И ничего Он говорит Я сам не знаю Сколько ей лет Это потом Долго Опять же Так вот А сейчас Если книгу Мы коснулись Книги То вопрос А язык Там Буквицы Какие там Использовались А вот Буквицы Ну мне это было Ведь 7 лет Да Я в общем Но я читать Начал с 3 лет Я мог Прекрасно Разобраться В шрифте Так вот Буквицы Были Там Славянские Там Нет Не славянские А как сказать Там смешение По-моему Шло Трех Азбук Я тут Там Он мне сказал Единственное Здесь 90 букв Ты Говорит Азбуку Знаешь Я говорю Знаю Сколько Азбуки 33 Ну-ка А А А А вот Здесь 90 Там была Буква Ш Буква Н Буква П Но там Были и такие Буквы Которые Я потом Только встречал Буква А еще Пишется Как Змея Ползет По столбу Только Слева Понимаете Это Арабская Письменная Арабская Как вам Скажите Арабский Письменный Прием Вот Долго Рассказ Вот Здесь Гриф Уточнять Может быть Не у староверов А старобрядцев Старобрядцев Правильно Правильно Старобряд Ну я Немножко Тут Уже Немножко Подторапливаюсь Извините Там Вот Что Так Вот Когда Брали Он Мне Рассказывал Он Такой Мужик Здоровый Ну я Маленький Был А вот Громадин А борода И он Мне Рассказывал Брали Этот Лист Кипело Там Значит Извините Меня Моча Корова Потом Это Самое Это Смола Ну Деревь Там Ели Пихтовых Деревьев И Воск Такая Смесь Какая Вот Этот Тонкий Как Вам Сказать Липовый Лист Туда Окунали Просто Три Раза Вот Так Раз Раз А потом Вешали Суши Он Просушивался Он Сгибался Но Не Ломался Самое главное Ну Потому что Вот это Вот Температурная Обработка Она Выгоняла Из него В воду Но Вгоняла Туда Вот Это Вот Ну Как Сказать Воск Это Ж В общем Делал его Более Эластичным Чтобы он Ломался Да Он Говорит Ее Можно Было Да Он Вот так Показывал Она Вот так Сворачивается Ну Ее Конечно Можно Было Сожми Вот так Она Сломает Ну Это Ж А нам Рассказывают Что Бумагу Китайцы Выдумали Да А тут Отказывается Это Всю историю Китая С 13 Века Кстати В Китае Сидели Потом В 15 Веке Было 600 Миссионеров Этих Католических Они Всю историю Китая Придумали И что Они Карданный Вал Изобрели Что Они Порох Изобрели В общем Китайцы Впереди Планеты Сей Ладно Бог с ним Значит Мы поняли Что Из липа Делали А из фикуса Коры фикуса Делали В Америке Вот теперь Получается Что Вот этот Самый Наш Друг Де Лонга Этот Миссионер Любитель Он Получается Вот эти Книжонки Все Собирал Которые Оказывается Древность Имели Очень Важную И сжигал Но все Таки Не все Наверное Сжег Ну Там Видите Как Приказ Царя Там То есть Они Описывали Это Вот У них же Были До Майя Были Ацтеки Там Или Как Не суть Важно Там 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 12 15 И Если Посмотреть У меня Есть Карты По Южной Америке Хотя Я Мало Я Только Ну Так сказать Броски И топоним И я Потом Чуть Позже Скажу Значит Просто Просмотрел Может мне туда не попасть Мне там Ну собственно говоря Ну кому это интересно Если это кому-то интересно Американцам Вот А мне Зачем Американцам Они мне Что называется Я от них печенку даром не возьму На Майдане А еще В лоб Извините Так вот Значит Там Что Я просто Хочу Хочу Сказать Три кодекса Осталось Ладно Я должен сказать Что Майя Работали Вот Майя Мы говорим О Майе Это Во-первых Понятно Слушателям Во-первых Понятно Скажем Нам И так Принято Так Устроено Хорошо Майя При Так сказать Составлении книг Работали Так же Как Шумеры Они Их Постоянно Переписывали Понимаете Шумеры Ну О них Потом Вот Да Нет Лучше Сейчас Сказать Вот Шумеры Они брали Вот У них Учились Десять лет Эти самые В отдубе В университете Писцы Да Вот Скажем Они Уже Там Осталось Им Два Три года Учиться Их Садили За Переписку Учили Вот Они Брали Древний Материал Чтобы И вот Начинали Писать 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 А У Шумер Мы еще Поговорим То есть Постоянно Понимал ли Что глина Она может Разбиться Там Кто-то Я не знаю Придут Воевать Все потопчут Ну Во всяком Случай Потому что Они Рассылали От Индии До Египта Они все Все запрашивали Они все Рассылали Так Нам нужно Прерваться еще На музыкальную паузу Народное Славянское Радио Пора Просыпаться Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню По современному Календарю 26 января 2016 года Вторник По одному Из старинных Пятый день Месяца В юге Истужи 7524 Лета Седмица Тайны Древних Исчезнуших Библиотек Такова тема Сегодняшнего Живого Эфира Главный Ведущий Владимир Николаевич Дегтярев Итак Шумира Будем касаться Или все-таки Сразу Переходим Возвращаемся Почему-то всегда Вот я обратил Внимание Почему зацепился Среди горных Вершин Попадалось Слово Мосипи Оно было Всегда Составным То есть Оно было Частью Другого Слова Обозначающего Поселение Я когда Вот до этого Факта Добрался Ну я В общем Раньше В своих Исследованиях Я дошел До того Что на той Стороне Земли В древнем Слоговом Письме Вот Слоговое Письмо Народы Того Полушария Применели Обратную Слоговую Запись Что это Такое Ну вот смотрите У нас Быту И везде Так сказать Известно Понятие Каин Помните Каин убил Авеля Но Авеля Он не мог Убить Буква В обозначает Женщину Он убил Абеля Если это Был его Брат Понимаете Должно быть Абель Сестру Он Не мог Убить И сестра Такого имени Носить Не могла Каин Шахту Входящий Он шахтер Профессия Там по профессиям Даже майя Ацтеки Они все по профессиям Так вот Каин Инка Вам понятно Да Входящий В шахту В шахту Входящий Или входящий В шахту Разницы нет Это Я уловил Ну не на одном Только Не на одном Примере Там надо Скажем Три Максим Это минимум Вот Я в качестве Стандартного Примера Который Я всегда Привожу Я Значит Пишу Древние Названия Реки Амур Ман Гу Бу По нашей Русской Грамматике Это Это уже Та грамматика Почему она На Амуре Это уже Другой разговор По нашей Русской Грамматике Это название Следует Писать Бугу Ман Потому что Мы первым Должны ставить Имя Бога Бык Нки По шумерски Баал По русски Бык Это понятие Отец Бу Бу Гу Ман Ман Гу Бу Ну у нас Бу Гу Руслан Бу Гуль Ман Ну и так далее Это Те еще Так поняли Вот Значит Вы поняли Меня Да Нужно Не арабский Переворот То есть Слово читать Целиком Справа Налево Ну скажем Первая буква У арабов Алиб Если мы прочитаем Пила Ну пила Знаете Делает такой Рез прямой Алиб Так и пишет Прямая просто Линия Вертикальная Я значит Нашел Там в горах Я говорил Что я в горах Почему-то Ну высоко Достаточно В горах На высоте Километр Слово Мосипи Вот Думаю Ну что оно По селению Все время Бац И Мосипи Мосипи Перевернул Вот так вот По слогам Получилось Письмо Вам ничего Не чудится 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 Письмо Дело в том Что вот эти Слоговые Слоговые Понятия Когда они Составляются Так сказать Ну в определенное Слово Если уж Сказать Понятие Ну мы говорим Слово То очень часто Ну просто Чисто русское Слово Вот Значит И когда Де Лонга Именем царя Ведь там Воины Приходили И говорили Давай книги Ну вы понимаете Как это нам Все собрать Все уничтожить Или смерть Ну кто Тоже пойдет На смерть Но отдавали А я Просто-напросто Прочитал Значит там Такой чешский Исследователь Есть Это самое Пять фамилий Америки Который Занимался Долго Занимался Южной Америкой Вот он Он элементарно Сказал Он очень простую Вещь написал Это самое Что ведь Они переписывали Книги У них Постоянная Шла переписыва Потому что там Книга изготовлялась Долго Там рисунки Причем рисунки Как и у нас Иконы Так сказать Вот этой Новой религии Христианские иконы Они же ведь Обязательны Так сказать Там Ни вправо Ни влево Ничего И цвет нельзя Изменить И все такое Прочее То есть канон был И вот они По канону И должны были писать Поэтому у них Было как сделано Были Как сказать Писцам Вот те кто пишут Эти книги Давалось поселение Где их кормили Где им выделывали Вот Эту самую кору Ну там не только На коре Там видимо Еще и кожа И использовалась Но это уже Не будем Залазить И краски добывали Краски были Эти Минеральные Минеральные Там еще Сок Растение И так далее Вот и все Вы понимаете Что Нельзя было Они сидят себе Там уничтожают Жгут книги А у них пишется Пишется Потом собрали Мне осталось найти Есть где-нибудь Так сказать Такое слово Это долго Я там искал Потому что Городов там Городов Тысячи Это уже вот В последнее время Открылись Что сколько там Городов Только на одном Юкатане А я уж не говорю Там Южная Мексика Или так сказать Там государство Перу Это просто Невозможное дело Сколько городов И вот Всем известен Город Поленке Значит Помните Там в нем Найден был Захороненный Так сказать Царь На верхушке Которого Летит там В ракете Сделано Ну на самом деле Летит в ракете Это Так они Принимали Есть Есть такой Летательный аппарат Который Называется Тумуа Как мотоцикл Ну он величиной Примерно С автомобиля Жигули Вот эта Восьмерка Девятка Вот Они садились туда И Надевали шлем Это Богиня Инана Очень любила Летать на этом Мотоцикле Это такой Сверхскоростной Истребитель Так вот Понятие Поленке Ну и на него Обратили внимание Боже мой Оно тоже Ну Как вам сказать Если Первым Должно стоять Ке Могила Понятие По теплые Оно переводится Здесь Собра Здесь Возле могилы Собираются Теплые Понятие Люди Исключено Много теплых Это у них Все время Они слово Люди Не употребляли Значит Возле этой могилы Собираются Много теплых То есть Понятно Что тут Даже не надо было Они там Искали Что они искали Вот у тебя написано Что надо искать Тут могила Причем Если она покрыта Такой пирамидой Мощной Значит там Серьезный человек Захар То есть Вы понимаете Что такое Знание Одного слова И вот Я Это самое Скажу Единственное Что Что Он Все Ну это Мое мнение Пусть оно будет Я не верю Тому Что Де Лонго Бросил все книги Сжег И вообще Все Все исчезло У народов Всех народов Вот эти книги Они имеют Сакральную цену За каждую книгу Глотку будут Перегрызать Извините меня И вот А тут Такая ситуация Что Скажем Десять Или двадцать А я не думаю Там тысячи городов Каждый город Должно поселение Снабжать Там всем Всем необходимым Это Серьезно Скажем Ну пусть Будет сто Вот таких вот Деревень Да Таких в горах Где там Сидят переписчики Аккуратно В тишине Все перерисовывать 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 Во-первых У них были оригиналы Пусть это будет сто книг Оригиналов Да Они сделали еще Так сказать Сто Вот тут уж Двести книг Библиотека По тем временам А было я думаю Много больше Там Я говорю что Кормили их Поили там Помещения давали И так далее И так далее То есть вот До сих пор Они кстати до сих пор Эти топонимы живут С отчаянно древним Таким вот Русским смыслом Мосипи Писима Вот Ну а жрецы Те кто Там так сказать Отдавали Приходили Жрец Что он должен знать Что люди-то его потом Не простят Они там естественно Потихоньку собрали Переписанные книги Где-то их укрыли Ну В горах Укрыть Книги Сделай библиотеку Там пещер Там достаточно Там еще Великаны работали Великаны работали Только Тоннели били Там и Все такое Есть разница Между понятием Тоннель Или туннель То есть Как сказать Книгам требуется Особый температурный режим Так в горах Его легче всего добиться Вот Вы же знаете Что в современной библиотеке Там Работают и вентиляторы Там Ну Все И там Висят какие-то приборы Которые все меряют И давление Там и температура И влажность Все Я могу единственное сказать Для того Чтобы Как-то Как-то Закончить Вот это Все это написано Понимаете И где библиотеки Где спрятано Она прям Буквально написана Люди ходят Вот когда Поднимается в гору К Мачу-Питчу Да Это кстати Было Говорят Там жрецы жили Она Ее Это Уничтожали Специально уничтожил Это кстати Наш бог Бык Уничтожал Это Сразу же Это было Дело в том Что это была Как вам сказать Такая Биологическая Лаборатория Я так думаю Что Испанцев Свалила Вот эта Чума Которая Была В Европе 20 миллионов Завалила сразу Вот как раз Они просто могли Взять золото Понимаете Бруски золота Там Немножечко Дырочку Сделать И туда Бац Чуму Просто Золото Там не надо было Температуру Ничего Просто капельку Капнул Пробочкой Золотой Бац Заделал Все На Представьте Представьте Бруски золота Привезли В Испанию А вы знаете Что такое Бактерия Вот и все А там Скажем Вот есть Когда идут По тропе Поднимаются На Мачу Питчу Я не знаю Сейчас до сих пор Пешком ходят Туда Больше двух километров Около трех километров Надо подняться Кто хочет Там Показывает Камень Туристам Он как странно Понимаете Выпирает Там Она Дорога идет В очень узком распадке Слева Да Так сказать Хребет Справа Хребет Дорога Поднимается Камень Который Называется Чопарикяль Вот этот Камень Там Что такое Священное Там Типа Я не знаю Что Понапридумывали Вокруг него Там Священный Камень Который Как бы Бог Так сказать Вогнал В скалу Как Самая На память Тут какая-то Половина Пути Или что-то Да ничего Чопарикяль Это в общем Библиотека Эль Это Бога дракона Вот Кецалькаат Это Контики Или Веракочи У них Артикль Эль У нашего Бога Артикль Аль Открывающий Русское Слово Баал Вы помните Первый Баал Наташи Ростовой Это Баал Бог Разрешает Бог Открывает Ну ладно Чопарикель Вы поняли Меня Да В общем Тут Если переводить Вот это слово Так буквально Да Вот Божественное Семя Ари Это Семя Зерно Значит Как бы сказать В тепле Да Нагревается И вот Понятие Чо Я так думаю Что это буква Т Но ее Не могли Произносить Это глухая Они поняли Чо Это самое То Застывает То это Бетон На древнем языке То есть Вот они Семена Выкладывали То есть Буквы Выкладывали Как-то Нагревали Да Или там Краски Там Нагретыми Красками Для того Чтобы она Впиталась Ну это Уже дальше По технологии Додуматься Легко Вот в эту Фикусовую Несу Наноситель Там Страницу Так сказать Теплой Такой Горячей Краской Раз-раз Она впиталась Все Она уже Навечно Замерла Обычно Бог Рассыпал Семя Да То есть Про письмо Про букву Говорят Бог Рассыпал Семя На арабском Языке На старорусском Все Так что Вот Я вам говорю Что вот в этом месте Где если Покажет вам Этот камень Можно сказать Так что Там библиотека Пещера С собранием Книг Отвечаю Вот еще раз Забрали Да Где у нас Что хранится Да Так Хорошо У нас остаются Еще два Очень важных Момента Это Тибет И Аненербе Вот Аненербе Это вообще Интересная структура Которая Много что Интересного Нашла И На Тибет Ну Они естественно К мае тоже И астекам Тоже заглядывали Но Об этом Не очень много Говорится А вот Про Тибет Наверное Только ленивый Говорит Не связывает Аненербе С Тибетом Вот что Можно Еще за Десять минут Нам Рассказать Об Аненербе И Тибете Ну Шумеров Пропустим Да Ну пока Давай пропустим Их Да Пускай они Пока Поддыхают Сторонки Подоблюдают За нами Я Рассказать Я Говорю о том Что Да Они Вот эти Два Человека Они Говорят Я Я Все Ну Убираю Все Подробности Все Что там Город Место Где Производилось Размножение Живого Мяса То есть Людей Ну Живое Мясо Понятно Мясо Это Ет Ти Бе Ет Бе Производить Ти Жизнь Вот Там Я могу Сказать Что Вот В эту Библиотеку Попадают Двумя Путями Там Из-под Тибета Там Есть же Гора Кайлас Она В переводе Странно Называется Грязное Место Это Пугающее Название Специально Пугающее Название Она Называется Сумеру Ну Сумеру У нас Учсумеру Это Белуха На Алтае У нас Самый Эльбрус Сумеру Вообще Их 8 штук 8 Сумера На Попланете Это Отдельно Так вот Там Резиденция Далай-Лама Это Дворец Потала Потала Вот там Вход Есть Под городом Хаса Есть Вход Вот в эти Огромные Подземелья Значит И там Можно Все найти Я вам сейчас Можно Прочитаю Просто Этот самый Документ Который Ну попал В мое Распоряжение Конечно Если он нужен То что спрашивать Надо читать Это Его читал Вот там Кстати Почерк Его читал Лаврентий Павлович Берия Очень серьезные Вопросы Это Семь страниц Документа Отчет Значит Вот я просто Начинаю Из доклада Блюмкина Следует Что в январе 26 года Во дворе Алхаса Его принял Далай-Лама 13 Значит Блюмкин Становится Важным гостем Тибетские монахи Рассказали ему О некоторых Секретах Которые хранятся В глубоком Подземелье Под дворцом Потала Потала Это серьезно Звезду Называют Потала Звезда Вот помните Сириус А Сириус Б Сириус Б Это Карлик Один Кубический Сантиметр Которого Весит Там Тысячу тонн Ну вот ладно Блюмкин Написывает Что после того Как он прошел Своеобразную Процедуру Посвящения Пообещав Далай-Ламе Организовать Крупные поставки Оружия И военной техники Из СССР В кредит А также Помочь Предоставлению Золотого кредита Правительству Тибета По личному указанию Далай-Ламы Тринадцать монахов Сопроводили его В подземелье Где существует Сложная система Лабиринтов И открытия Тайных дверей Для того Чтобы это сделать Каждый из монахов Занял соответствующее Место И поочередно В результате Переклички В определенной Последовании Стал оттягивать Вниз от свода Потолка Кольца С цепями С помощью которых Большие механизмы Скрытые внутри горы Открывают Ту или иную дверь Всего в тайном Подземном зале Тринадцать дверей Блюмкину Было показано Два зала В одном из них Монахи хранят Древнее оружие Богов Ваджру Гигантские щипцы Ну это Двадцать седьмой год С помощью которых Производили Белое золото Препарат Достижения Огромного долговятия Это да Все правильно Там дальше Он пишет Это самое О том Что откуда он знал В двадцать шестом году О существовании Планеты Нибиру Десятая планета Четко там Одни вопросы Лаврентий Павлович Ставил На этом На этом отчете Ну это ладно Мы о библиотеке говорим А потом Показали библиотеку Просто выносили В комнату Из тайного хранилища Книги Три книги Одна состояла Из золотых Листов Подшитых на кольца А корки у него Были из толстой шкуры Ну там вид шкуры Другая книга Была скатана В рулон Она была написана На деревянных дощечках Железного дерева И дощечки были Между собой Связаны То ли шерстяной То ли кожаной веревкой Третья книга Была изготовлена Из китайской бумаги Ну видно рисовой Я не знаю Две последние книги Были просто копиями Первой золотой книги Ладно Хорошо Я прекрасно знаю Кто Вот новосибирский проводник Борис Андреев У него вообще Вот я с ним встречался Два раза К сожалению Больше не успел Он ушел в горы У него умерла жена Он ушел в горы И все Он 40 лет ходил по горам Собирал мумиё И этот Аконит Корешок Который против рака Он собирал черное мумиё Не белое Белое так Черное мумиё Высота 3 километра Там надо его брать Так вот он прошел по горам Он ходил там Где Душанбе По Таджикистану Да По Памиру И переходил тут Его знали все погранцы Все его преспокойно Где-то Он проходил Это самое Там интересный случай Он мне рассказал Когда он Там есть захоронение великанов Семьсот такими Булыжниками Сваренными булыжниками Представляете себе Они сварены между собой Такие Такие крышки саркофагов Просто накрыты такими Ну как Гроб накрывает Такой расходящейся Крышкой Такой Юбкой Вот так накрытый Он взял Череп ребенка И положил там где-то Ну Может быть В данном случае Раз пять больше Человеческого черепа И тащит через границу Там Считайте уже все Это самое 90-й год Китайская Казахская И русская граница Три раза на Его спрашивают Что ты несешь Он говорит Да котел у меня Продырялся Домой тащу Вот надо его А ну нормально Он потом пришел С этим черепом Выложил его Академику Добронраву Добродеев Ну был Главный Так сказать В Академгородке На стол У него Предзошел Молча положил Тот посмотрел Как дал по нему Но он правда не разбился Упал Ну обругал его И все Ну не может Академию Вот как Заиспорили Историю переписать Он его продал За тысячу долларов Там был такой Князев Ресторатор Он у себя поставил Ресторатор Но потом у него Кто-то видно Купил дальше Он выложил Этот череп Он выложил В интернете На картинке Где великана Там мужик стоит Держит Парень В левой руке Держит Правой репу чешет Ну голову свою Так вот Значит Он что мне рассказывал Что он Там из Таджикистана Идет Мургабский путь Там несколько путей Через перевалы в Китай По горам Это надо подниматься Перевал И все такое Прочее Вот на восточный Он уже перешел На перевал На восточной стороне В Кашгаре Он не стал спускаться А решил пройти В сторону горы Кайлас Туда на север пошел На высоте 3000 метров И наткнулся На пещеру Ну там Черт не знает В горах Это как если гор Там пещера Обязательно Вот Примерно В 20 километрах От этой вот Священной горы Он в ту пещеру Вошел И увидел Я просто поразился Но он Понимаете Он Врать уже ему незачем Можете потом материалы Его почитать И увидел Ряды Закальцинированных Сущностей Людей прежних Цивилизаций О которых еще Блаватская писала И Блюнкин Кстати говорил Что 5 было Мы живем В пятой цивилизации Ну вот он Человек неиспугливых У него с собой фонарик Знаете Фонарик был Сейчас я их не видел Ручные генераторы Вот так Нажимаешь Начинаешь нажимать Он нажимает Светить Такой Жик 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 Вот Он Посветил Понял Что он куда Там можно было Направо Он завернул направо Туда в сторону горы Ну помните Говорят Можно зайти Под Кайлас Там все Он пошел И он вышел В большой зал В котором были Выбиты в стенах Как бы полки Ну В камне Выбиты И на тех полках Просто стопами Лежали листы Вот Примерно Ну 50 на 60 сантиметров Листы Он не знал Непонятного металла Он так их потрогал Все потому что Пыль страшная Рак стер Непонятные знаки Вот так Выбиты Он говорит Так и не Я не понял Говорят Вертикально Или горизонтально Мне в общем Это не Они такие тяжеловатые Были Странички Вот Он фотоаппарат Носил всегда Зоркий еще Помните Пленочный Ленточный фотоаппарат Но вспышку он не взял А в пещере Сфотографировать не мог Одно Говорит Я просто побоялся Вытащить Ну Потому что Черт его знает Там Как сказать Ну вот ощущения Это все Это даже Эрнест Мулдашев Описывал Хотя я в общем Мягко говоря Мало ему верю Но он Описывал Что ощущения Не хорошее Не туда пришел Не туда попал И быстрее Так сказать Руки в ноги И уходил В общем он Не сфотографировал И говорит Да Его так потянуло Знаете Неприятно Это самое Голова кружится Такое ощущение Что слабость Он Вообще Можно простить Он сказал Знаешь Как с дикого похмелья И он Он оттуда Сбежал И все Никуда не пошел Стал спускаться В долину Он Ну практически В долину спустился И тогда Только в себя Пришел Там воды И попил Вот Он практически Не ел Представьте себе Он по горам Ходит Три месяца И у него С собой Ничего нет Вот что есть В горах Он то съест Там Никакого живого Только растительная пища И вода Ну он худой такой Но он мощный Владимир Николаевич У нас заканчивается Время Музыкальная пауза Подходит Давай так Что фразу Закончи Чтобы нам Можно было Логично Я просто хочу сказать Что он мне Потом карту подарил Вот своих Похождений Вот по всей Это И на Памире И на Теншане И там поставил Точку Где эта пещера Ну просто Ну я говорю Напиши Он говорит Сам напиши Что пещера Где вот эти вот Вот так Вот Представьте себе Вот там Тоже библиотека А что может быть Я не знаю Давайте по музыкальную паузу Хорошо Еще у нас вопросы От радиослушателей Из чата Их тоже надо прочесть И еще дать ответы Так что на это время Тоже уйдет Так что переходим К музыкальной паузе Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном славянском радио Напомню По одному из современных Календарей 26 января 2016 года Вторник По одному из старинных Пятый день месяца В юге Истужи 7524 лет Седмица Тайны древних Исчезнувших библиотек Такова тема Сегодняшнего эфира Мы С Владимиром Николаевичем Дегтяревым Коснулись И библиотеки Ивана Грозного И минской библиотеки И вот прошлись По мае И в Тибете Побывали А у нас еще ждут Вопросы и ответы Время у нас остается 30 минут Как поступим? Сразу к вопросам Перейдем Или еще что-то добавим? Я два слова Просто скажу Потому что Понимаете Есть недоверие Я знаю Блаватская Например не бывала На Тибете Женщин туда не пускать А вот он там был Он много где был Я говорю Он 40 лет ходил У меня есть карта Это Что там есть Я могу вам сказать Там вот Я говорил уже Что там Где захоронены Великаны И вот Вот это сейчас Очень важно Меня вот эта Тема греет Я надеюсь Что как-то ее решу Где захоронены Такие Очень древние Кладбища Вот тех Кто называет Снежные люди Это же цивилизация Это не Это не Детей какие-то Люди Это не звери Это Это цивилизация Где они захоронены Он Эти захоронения Нашел Обнаружил Есть Был такой Полежаев Вот имя Отчество не вспомню Он был Замполитом Таджикского Погранотряда Он попросил У него Разрешение Тот выделил Ему Пограничников Ну несколько человек И они вот эти Кладбища Пометили камнями Ну то есть Сложили Пирамидки Такие Из камней Они говорят прям просто Возле дороги На Хатан Есть такое В Китае Такой город Хатан Это точка Купеческая точка То есть Знаете Не верить Нельзя Я его прекрасно знаю Ну в смысле Знаете Как с человеком Поговоришь Так что вот Если достать А ведь это Эти Снежные люди У них нет языка Они телепаты Почему их не могут поймать Он за 100 километров Чувствует Что вы Пришли его ловить Понимаете Или снять Сфотографировать Я имею ввиду Или там На камеру Если вы об этом Не думаете То да Если вы заблокируете Так вот Если Найти Так сказать Ну я не знаю Каких людей Можно сделать Раньше не было Говорит Преступлений Знаешь почему Потому что Говорит Плохо думать Нельзя было Тебя же В чем ты думаешь Знаешь Поэтому все люди Думали хорошо В общем там Давайте Давайте будем С людьми общаться Хорошо Итак Если уж Общаться с людьми То надо возвращаться К нам К нашему началу эфира Где первый вопрос Стали поступать А первый вопрос К нам пришел От Владимира Измытищ Владимир Николаевич Как С практической точки зрения В ситуации Когда злые силы Силы стремлятся Охмутать Охмурить Зомбировать Подрастающее поколение Сохранить Для своих потомков Накопленный опыт И знания Ну библиотеки Вы понимаете Вот сейчас Улицкая Рассовывает везде Это страшная вещь Я не знаю Как это разрешать Книги В которых Книги для детей В которых написано Что у мужчины Может быть В смысле Не быть жены Женщины А он может Взять мальчика В себе И вот так далее И тому подобное Вы знаете Я когда прочитал Я В советское время Я так В 54 году Рожден Я помню Что я мог Пойти Хоть На плавание Я ходил на плавание На бокс ходил На бег ходил Ну в спортивный А в эти самые Радиолюбитель Был это самое Ну я пошел На этот самый Самолет И помню Было популярно Самолеты делать Авиакружок Такой Но я Мне там не понравился Вот радиолюбительством Я занимался И телевизоры Потом в 10 классе Ремонтировал Ламповые Щелкал только А вот Пойти Транзисторы То есть я к чему говорю Там была система Это была система И какие Учебные заведения Все было выстроено В такую систему Встроено И способ И способ Преподавания Ну уникальный Простой И я даже не знаю Честно говоря Я вот честно могу сказать Что я всем Что я имею Я просто поехал После 10 класса Меня Я поступал Я живу в Павлодаре От Северного Казахстана Отец туда перевез нас Потому что деревни Хрущев Так сказать Признал неперспективными И нам пришлось Из Кировской области Уехали Я пошел поступать В Павлодарский Пединститут Ну поскольку у меня Гуманитарное направление Значит На Филологический факультет Меня не приняли Ну ладно Я поехал в Москву Поступил в Ладон На Факультет Кинодраматургии Попал Киежо Валентин Иванович Белое солнце Пустыни То есть я говорю Нужна система То что сейчас Вот это ЕГЭ Вот тот Кто ввел Этот министр Этот самый Фамилия опять вылетела Это ЕГЭ Он же что Сам ввел Он 220 миллионов Получил Живет сейчас Под Москвой Где там Тихомирно Лук выращивает Или что там Он выращивает Это все Это убийство Всего Я даже говорить не хочу Надо возвращать Понимаете Почему мы все выбрасываем Мы вместе С грязной водой Моем ребенка Купаем И выплескиваем Ребенка Вместе с водой Я Вот единственное Что я могу Володе Измытищ Сказать Что надо возвращать Либо Если против государства Воевать невозможно Тогда так Надо просто Детей учить Самим И все Если есть возможность Я думаю Что надо Послушать эфир Который у нас был О внешкольном образовании Напомню Что у нас есть Несколько форм обучения Это школьное образование Дальше Завочное образование Нешкольное образование Вот Нешкольное образование Это когда государство Вам еще платит деньги За то что вы своих детей Обучаете дома Вот эта форма Очень интересная Уверяю вас Что человек Который Нормально Школьную программу В свое время Изучал Может поднять учебники И при этом Не вводя Детей Из своего дома Куда-то непонятно В какие заведения Где непонятно Какие люди Сейчас уже работают Он может Проходить школьную программу Гораздо быстрее Нежели чем Эта программа Изучается За несколько лет школы Есть один конечно Минус Социальная подготовка Но я думаю Что это можно Все компенсировать Если у вас есть Знакомые Несколько человек То можно таким образом Создать свою Домашнюю школу И я думаю Что было бы желание Придут к вам И знания И умения И все будет С пользой Хорошо Давайте дальше смотреть Игорь Из Москвы Расскажите Чуть подробнее О фигуре Ивана Четвертого Грозного Слишком много Фальшиво о нем У меня есть роман Он называется Золото и угры Он пять переизданий Издательство Веч Уже Так сказать Перенес Пять переизданий Я примерно Так сказать Там Это самое Дал Характер Ну я Это Я не призываю Потому что книгу купить Он был русский Но вот когда он говорит Что я Он так никогда не говорил Я из Рюриковичи Там Типа Из рода Рюриковичи Рурик Это Атакующий сокол Это Племенной Племенной Тотем Вятичи Вот Украина Этот свой Трезубец Это же Атакующий сокол Никакой Это не трезубец Он был Это самое Вятичи Вообще Славяне Это был Славянский Киев Это Киев И что называется Киево Это Глина Киево Это глина На воде Ну Что-то выстроено Этих городов Киев Было 60 Вот 60 60 или 65 Можно по карте Вот по европейской Туда в сторону Польши Елена Глинская Была Это самое Матерью Ивана Грозного Глинская Не могли Потому что там Город Киев Елена Киевская Должна быть Как ее назвать Киевской Понимаете меня Так вот Иван Грозный В смысле Это был здоровый мужик Если уж говорить О физических Он мог Один ходить С медведем С рогатиной Ну это Я часто не могу А раньше Это по другому Принималось Сходить И в 40 лет Он ходил С рогатиной На медведя Трехлетний медведь Ниже Нельзя было Наказывали Вот трехлетнего Можно уже убивать Ну это Я сейчас не пойду Да я В общем не пошел Я вообще считаю Что вот с животными Если ты хочешь там Кого-то Завалить То ружье Не надо Иди Ручками Ножками По-честному По-честному А так да Есть кого Из винтаря Заваливать Сейчас У нас есть Зверушки Которые под винтарь Подходят Под размеры винтаря А с другими Зверушками Надо под совести Ну хорошо Я еще договорю В смысле Он Как дипломат Да Он тоже От своего деда Не отставал Но обычно Внук Это точный дед Сын не так А вот Внук Это точный дед Так вот Там Я помню Одну сцену Значит Он Западные Приехали К нему Западные Ну западные Там нельзя С Польши Там приехали С Литвы Это великое Княжство Литовское Значит Ну приехали Послы С нескольких С ним разговаривать Это кстати После постсевина Они все давили Уже подписан Был договор С Стефаном Баторием На Это самое На Трехлетние перемирия В общем Они Всегда это хотят То земли отрезать То чего А у них Ну у тех славян У западных славян Тотем Лебедь И вот Он Значит Они сидят Так сказать Пьют Закусывают И Как обычно Знаете Кульминационный момент И эти Стольничьи Ну услуги Заносят На больших Подносах Лебедей Непонятно Все Зажарены Вы представляете Вам Несут Тотем Ваш Которые Надо Кушать Если Это Он знал Он Например Знал Греческий Язык Он Русский Знал Славянский Знал Финский Язык Знал Ну это Язык Мордвы Там В общем Кто Называет Что русский Язык Это Из Финно Угорской Группы Так Русскому Языку 300 тысяч Лет Вообще Русскому Язык Славянскому То же самое Это я могу Доказать Что называется Мне ничего Не стоит И только На время Долго Доказывать И потому Что надо Факты Подбирать Так вот Он знал Он говорил На нескольких Языках Был здоровый Обычно В 50 лет Люди Вот даже Бояре Они все Они откладывали Деньги в монастыри В монастыри Да А потом все Он 50 лет Он оставлял Жену Детей И уходил В монастырь Все Ему там Келья была Бесплатно Пища Он там Как бы молился Хотя они вряд ли Молились Выпивал Потихоньку Но они тогда Не курили И все Он жил Все На покое На полном Такая пенсия Вот так Это было Понимаете Не надо рассматривать Что они уходили Туда Как эти Вот он переодевался В черное Там все Он для мира умер Да Он умер Для мира Все Но родился Для монашества Владимир Николаевич Мы это Не успеем На себе вопрос ответить Давайте Давайте Я извиняюсь Значит Иван Грозный Это своеобразная Фигура Которую можно делать В отдельную передачу Я думаю Там много Что интересного Всплывет На свет Божий Как говорится Так Дальше Владимир Вопрос в эфир Существует ли связь Между Предположением О наличии Хранилищ Древних знаний На территории Мексики И с произведениями Ну и произведениями Карлоса Кастанеды О команде людей Унаследовавших И практикующих Древние знания О самосовершенствовании Ну серьезный вопрос Кастанеду я конечно читал Там 7 или 8 томов Я сейчас не помню Написано здорово А тут Ничего Не это самое Не попишешь Но дело в том Что это фейк Он Заработал Это как обычно Во-первых Тираж книг Очень большой Потом во-вторых Так сказать Такое какое-то учение Так сказать Он вроде создал Да Нет Там Он Да Там Есть Ну скажем У мексиканцев Понимаете Мексика сидит Скажем так Под Америкой И вот Всегда бывает Такой существует Такая вещь Что нам как-то Надо бы Вот сопротивляться Внутри Вот мы вот Раз там Немножко покурим Как она там Называется Или понюхаем Там кокаинчику Там все Ну отойдем У нас своя жизнь У них своя То есть такое Противостояние Это никуда не денешься Это социальная проблема Кастанеда Он Что называется Все вот это Прошел Где-то с кем-то был Но он Решил выйти В цивилизационный мир В цивилизованный мир Написал Вот эти вот книги Это Я говорю Что когда их читаешь Прочитаешь Вроде интересно Но ничего не остается Понимаете Чтобы зацепиться И все Я знаю Даже у нас Здесь были Такие группы Которые О Так сказать Там Я не помню Как у него там Первая эта вещь Да Когда Я говорю еще раз Вот Я профессиональный писатель Я вижу Что он написал Ну просто Прекрасно То есть ход Завязка Композиция Кульминация Точнее развязка Там все Промежуточные варианты Но ничего нет Ничего нет Интересно читать Когда Там скажем Что ты вот здесь Есть Тебя нет Дело в том Что если знать Более древние Чем Может быть Они кстати И знали Какие-то Я сообразил Контровую точку Вопроса Может быть Они знали Какие-то Древние Древние явления Знания Как знали Шумеры Самый элементарный Такой Типовой вопрос Вообще Вот например Вы можете Представить себе Бесконечность Вселенной Да запросто Лично я запросто Представляю Многие Не представляют Не представляют Как это Бесконечность Все Она длится Длится Дело в том Что такое Вселенная Ученые говорят Их Вселенных Множество И так далее И так далее Я когда изучал Структуру Методологии Вот этого Слогового языка Там же все выражено Там Если о нем Рассказывать Так вот Вселенная Она внутри нас Знаете Вот Тор Бублик Когда Точка Так сказать Внутри бублика И она же Выходит и наружу И То есть Все это Закругляется Ну это Лист Мебиуса Только в объеме Все Так вот Вселенная Внутри нас Помните У кого Как же У Брюсова Или у кого Быть может Быть может Это В смысле Там Про атом Что ли Это самое Быть может Это Миры Где семь материков Вот я сейчас Не помню То есть Он написал Что один атом Это солнце Например Да Или там Скажем В ядре Там это самое Вы представляете Сколько в нас Всего Это вот все Это все в нас Это кстати То что мы видим Вот сейчас Вокруг Все Это все виртуальность Это То что называется Господи Голограмма Владимир Николаевич Мы сейчас коснемся Уходим в тему Славянской Космологии Потому что Все что расскажешь Это ведические знания О том Как устроена Вселенная Как устроен человек Как устроено все Внутри человека Когда малое Является представлением Большое Самое большое Это самое малое Что есть на этом свете Мы сейчас не об этом говорим В общем понятно Когда мы говорим Про Кастанеду Его труды Здесь вспоминается Анекдот Когда спросили писателя А как вы написали Такой замечательный труд Он говорит Ну как-то забил Очередной косячок И переборщил А когда Кумар Разошелся Увидел на столе Наброски Черновичок Мне так понравился Что я решил Собрать ее в книгу Хорошо Давай дальше Будем рассматривать Что у нас тут Из чата еще пришло Вопрос эфир От Олега Из Иркутска Владимир Николаевич Как по вашему мнению Хранились ли сведения Не в книжных вариантах Библиотеки Ивана Грозного И прочих библиотек На других источниках информации А металлические пластинки С румными Деревянные дощечки То что дождь называют И прочие артефакты И какова степень Вероятности сохранения Их у хранителей И частных лиц В наши дни Благодарю Вопрос хороший Я тоже думал Но видите как Вот я по списку посмотрел Скажем На металлических не было Видно по списку Вероятность А вот то что Вероятность огромная Что некоторые материалы Вот скажем Тот же Из всего мира мудрости Араб Он же мог переписать Откуда-то И дальше И ниже И ниже Переписываться И все вот эти Очень многие книги Они же переписываются Вот я говорил Про знаменитый Манскрипт Войнича Ведь он переписан Там Я им занимался Так вот Этот стиль Письма Да У него Книжка такая Обычная Ну как сказать Вертикального Размещения А стиль письма Весь стиль письма Грамматика Письма Говорит Что это Горизонтальное Размещение Вы понимаете Да В длину Какой-то был Так сказать Длинный Этот самый Ну И писалось Это самое Все вот это письмо Как грамматика Говорит Ну грамматику Когда сам пишешь Все понимаешь Так вот А тут ее раз Раз перенесли В вертикальную книгу Дело в том Что Я не знаю Я говорю что Во всяком случае Металлических Не было Деревянных Вообще Не упоминается Но с деревянных Могли написать Я вам говорил Что да Но дерево То надо было Надо было иметь Ножи Надо было иметь Пилы Надо было Поперечную Продольную плиту Чтобы досочки Выписывать Выпиливать Скажем Если индийцы В цивилизации Они брали Такой молодой Побеги бамбука Его разрезали Пополам Вот эту вот Трубочку Потом ее Под пресс Высушивали И высушивали Долго Там технология была Вот такая узенькая Получалась Ну где-то 4 3 или 4 Сантиметра всего Такая вот Дощечка Вот их Сшивали Писали Естественно Не вертикально А горизонтально И все То есть у него Я скажу Книги были у него У него были на коже Я очень Сомневаюсь в том Что были книги на полотне Представьте себе Давайте возьмите Простыню сейчас Возьмите авторучку И попробуйте написать На простыне Но ведь можно Нужно кистью писать Не обязательно ручкой Я понимаю Это самое Можно не ручкой Можно кистью писать Там Там было всякое Там Просто элементарно Грубо говоря Там были Вот от пальмы Как-то я забыл Они какое-то брали Есть специальное название Ну веточка от пальмы Да Ее Так это Ножичком чуть-чуть Такую В кисточку превращали И писали Вот Но я не знаю Ну мне трудно говорить Я не видел Вот если бы я видел Я бы сказал То что я не видел Я не могу говорить Так до этого ты говоришь Что в Кайлас спускался дяденька И он там увидел металлические листы С писаниями Еще пытался фотографировать Значит металлические все-таки были А Вот так нет Я говорю в библиотеке Ивана Грозного Нет Нет Здесь вообще вопрос идет А вообще О боже мой Тогда пусть Все иркутяне меня Грозного Грозного это понятно Мы смотрим Что разные источники Не только библиотека Вообще Иван Грозный Это ясно Ну Все было Я вам говорю Можно было на чугуне выливать Из чугуна Выливать Было И такие были Понимаете Тончайшие чугуны Но оно Ломкие Там же все Все Бумага горит Чугун Да Но чугун еще не забывай Чугун же все-таки Тугоплавкий еще Материал-то Надо еще умудриться Поплавить его Когда могли Вы знаете Арабские купцы На чем много Наживались Они ехали Вот сейчас Судан Этот рок Знаменитый Африканский Там Руда Железная руда С высоким содержанием Железа Они грузили ее На свои Эти самые Там был такой Месопотамский Кар 600 тонн Грузоподъемность Это просто Плетеная Такая огромная Корзина С зашитой кожей Они вдоль берега Плыли в Индию В Индию Это самое В Индии знали Технологию Плавления стали Потому что Индии Буквы я нет Индии Входящие к дочерям Кто входил к дочерям Библия написала Ну я должен ее упомянуть Это самое Увидели боги Что черри человеческие Хороши И стали входить К ним на ложе Это было Минимум 30 тысяч лет назад Там Индия Тибет Это Ну скажем Там 100 тысяч лет назад Да Потом в Африку Южная Вот Там есть Драконовый город И Нижний мир Который уже описывает Шумер Там я не знаю Когда 60 лет назад Тут нам трудно Сейчас знаете Оперед Но было все 38 носителей Начиная от человеческой кожи Можно Ее хватало Извините меня Это грубо Но Вот Кожа газели Кожа барана Кожи хватало Я вам сказал Что из лыка делали Делали Вот Из пальмового листа Да Это самое На камнях делали Там На камнях писали Вот Как Это я не знаю Но Скажем Когда я писал О сотворении Мухаммедом Это самое Так сказать Корана Аль Корана Значит После него Когда вот Перенесли Между прочим Почему они называются Суры Сур Это Суур Рус Он 77 мудрецам Из русских Это было все Отдано Там было написано Без пробелов Без всего И вот они Ее разделили На Суры Сура Глава Сур Отцов русские Русские мудрецы Это самое Я вам говорю Что русские Были инженерами Везде Это самое У них Применной Тотем Леопард Вот Это самое Ну Я не говорю Племенной Супер Народный Тотем Народа Были Просто Чтобы интересно Было Вот Скажем Сколько я смотрел Писали Что интересно Значит Писали Ну На досках Ясно Дело Вот Там Там были Способы Как получить Доски Колка Это самое Листья Пальмы И что-то Выпустил Такое Интересное Там было Ну Глина Это Само Собой Ну Ковш Она Так сказать Разваливается На золоте На серебре Вот Когда Нашли В Румынии Там Вообще По северному Побережью Черного Средиземного Моря И Черного Моря Там Можно найти До сих пор Там была Территория Дракона Это Самая Сантийдаков Ты имеешь Ввиду Когда Нашли Сантийдаков Ты имеешь Ввиду Когда Нашли На золотых Табличках Да В золотых Листах Верни Чеушеску Зараза Он взял Ее Велел Переплавить Начали Пытались Фотографировать Потом Мы Скопили Ну то есть Я понял Давай Сейчас Чтобы Не затягивать Давай Так Поведем Было Огромное Количество Вариантов Письма То есть Скрижали На камнях Харати То что Мало Сворачивать Сантий То что Металлические Таблички Дальше Дощи Это то что Велесова Книга На чем Представлена Так называемая Потом Что еще У нас Были Папирусы Потом У нас еще Были Простыни У нас еще Были Листы Бумаги У нас еще Были Разделаны Там Всякие Лыки И прочее 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 То есть Здесь Можно Переследить И книги Это то что Уже Было Соединено Вместе Из разных Материалов В общем Сейчас Давай еще Одну Музыкальную Паузу Хотя Мы уже За три Часа Зашли Но Все Так Народное Славянское Радио Духовное Возрождение Продолжаем разговор Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио Напомню по одному из современных календарей 26 января 2016 года вторник По одному из старинных пятый день месяца в юге и стужи 7524 лета седмица Мы говорим о тайне древних исчезнувших библиотек Главный сведущий Владимир Николаевич Дегтярев Сейчас у нас время ответов на вопросы И я эти вопросы зачитаю Которые поступили к нам из чата Вопрос в эфир Данил Валерий Николаевич Если у вас данные по библиотеке Ватикана А именно первое О структуре сооружения библиотеки Особенно по подземным уровням Интересно Если, конечно, он и имеется Второе О картотеке Ведически славяно-арийских книг Существования Которых умалчивается Благодарю за ответ Первый вопрос такой Явно Данил штурмовиком себя готовит Чтобы знать точно, где чего искать Чтобы там не мешкаться Проник, сразу взял, что нужно И На свет Божий вынес Ну, пожалуйста, что об этом известно? Скажем, я могу сказать Вообще легендировано, конечно Потом Ватикан Ватикан Это Святой воды повелитель Это Как раз славянское Там посмотрите На сапоге Италии Италия и Талика Италика Это, значит, там Треть Топонимов Аммонимов Этих Гидронимов Ну, название городов Села там На подробной карте Славянский Это же наша территория Этрусский Понятие Этрусский Оно переводится так Эт Мясо Рус Русских И Ки Это глина Они же Почему? Это всегда Очень много людей Описывается по способу захоронения Этрусский Ну, это русский Потому что Византийская империя Это было там Место упокоения И место отдыха На Италию Потому что Нам было попадать Плавающие Плавсредства Нужны были Это ладно Что они делали? Они дробили В пыль Мрамор Его лили Из мрамора Лили саркофаги И хоронили Там можно было Вылить и статуи И все такое прочее Там дальше Как Мустролини Или Гитлер Начали раскопки В Германии На славянские захоронения Такие мощные Все закрыли Все А итальянцы Воровали могилы По болотам Потому что Заболоченная местность была Ну, это ладно Вы поняли меня? Что никогда не надо верить тому Что, скажем Миколанджело Или кто там Высекал Из глыб Мрамора Статуи Попробуйте Даже с нашей сталь 3х13 Или там Победит Попробуйте высечь Это цирк и смех А потом попробуйте Раздробите Этот самый Что угодно Сделайте Из глины Форму Залейте И будет мраморный цемент Это же цемент Отличнейший цемент Мрамор И все И будет вам Отполируйте его Потом тряпочкой И кожей там Барашка молодого В смысле шерст Все Не надо выдумывать лишнего Эта технология шла от Египта И все выливалось Но ничего не высекалось Это дурдом Мягко говоря Но я думаю Что ее в Египет Она пришла Не те ребята Которые там Вдоль берега Нилы Бегали Придумали ее Нет 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 Это Египет Долго рассказывает Что это такое Это был некрополь Великий Никакого государства Это был великий некрополь Царя там не было Понимаете Фараон Дух Света Удаляющийся Он Это смерть Молчание Но Это звук Крик Ребенок рождается Кричит Все я жив А он Это все Полное молчание Отсутствие звука Смерть Понимаете меня Они-то поклонялись Покойному фараону Ведь Тот кто Сейчас Менифон Который написал Список царей Он говорит А последние пять тысяч лет Поклонялись Духом мертвых Вот и все Фараон А был главным Жрец был Никакого там не было Тутанхамона Понятно И прочих Там у него вторая Вторая часть вопроса Да Ватикан Говорят Десять этажей Подземные Так вот Там были Понимаете Древние упокоения Ну типа Киево-Печерской Лавры Но там было сделано В технологиях Тем более Это там известняк Там очень хорошо Было делать Они сделали Там даже есть Как бы говорят Железная дорога Я честно говоря Если не был Я не могу сказать Но то что пишут То что рассказывают Об этом они молчат Но там да Очень много Они все Даже 20-ти метрового Великана Это Этот самый Кондакер Или как его там Писаро Прислал из Южной Америки Голова 5 метров В диаметре Папе Римскому В подарок Его быстро бац Может уничтожили Может туда У них там не только книги Не только свитки Там у них очень много Всякого добра лежит Это точно Это могу сказать И если правильно Если бы все наши ребята Пришли Сказали Это наша территория Вот здесь Земля Отчичи Дедич Иди сюда Отец родной Владимир Николаевич Для того что так заявить Необходимо сначала Стать с колен Перестать быть Рабами И взяться за ум Понять кто мы На этой земле Для чего мы На этой земле И обладать Еще Как это немаловажно Человеческим Таким большим количеством А не вымирать Как мамонты Или как крысят Которых дустом травят Пока это все разговоры Вот когда Человеки наши Русы Славяне Возьмутся за голову Когда поднимутся И тогда и Россия Встанет с колена И будет здесь мир Да гладь Да божья благодать И вот тогда Все остальные Страны Начнут смотреть Уже не с брезгливостью А с уважением И тогда уже Можно о чем-то говорить И тогда можно уже кому-то Что-то разъяснить Правильно Не так Что сейчас происходит Алексей Но слава богу Что кто-то думает Об этом И думает Что надо бы туда зайти И посмотреть Хорошо Хорошо А ведь понимаете Человек Человек который лежит Кстати в Египте Надо было Когда вот идет Там жрец Ну там кто-то Из больших людей идет Надо было ложиться У него была палка такая Двурогие вилы И плетка в руках Это вот Так сказать Смысл власти фараона Да Он себе шею Пригибал этой палкой рабу А плеткой мог Так сказать Оплести Вот это знаки власти Я говорю Что Египет был этим Нехрополем большим У него второй вопрос Какой-то был Ну в принципе второй вопрос Там первый вопрос Состоял у нас О том Как туда проникнуть То есть точные Какие-то Чертежи Сооружения И так далее А второе Картотеки Ведически славяно-арийских книг Существование которых Умалчивается То есть есть ли там эти Ну уже в принципе Есть Как в Греции Там все есть В смысле Они покупали И до сих пор У нас же сколько До сих пор Здесь иезуиты В России И масоны Иезуиты Они все скупают И так сказать Там продают Подороже Понимаете в чем дело То что Это самое То что Ватикан Так сказать Является вот таким Большим огромным Хранилищем Ну просто спрятано Это фактаж Что туда уходил Даже говорить нечего Ну я Помню сейчас Мемуары Бенвенута Челлини Это самое Потом Жизнеописание Вот Леонардо да Винчи Откуда Леонардо да Винчи Взял Танк Самолет Там Пушку И так далее Он же Так сказать Имел допуск Папе Ему могли А ты посмотрел Что такое было Где-то когда-то Они же все это видели Джонатан Свифт Который Гулливера Он же был Настоятелем Дублинского собора У него там было Свалено В подвалах И гнили Эти вот рукописи Он оттуда Вынул Прочитал Он знал О двух спутниках Марса Кто мог знать О двух спутниках Марса И как они вращаются Он знал Что над планетой У нас Луна Ладно Над планетой Висел все время Золотой дом Бога Он назывался Ла Буда Круг Ла Это шар Бу Это бык Да Это алтарь Вот такой летящий Круглый Алтарь быка Да Алтарь быка Он круглый Ну Так сказать Не шарообразно Круглый Все Бог тебя видит И все Любую сказку Сибирскую возьмите Которую не тронули Ни редакторы Ни евреи Ни никто Там она начинается Что это самое Вся земля лежала в грязи Из чума выйти было нельзя А в небе висел Золотой Бог Дом Бога Нумиторума Нумиторум ел мед И пил суур Суур это вода Сосновой крови Он так сказать Себя поддерживал Там можно говорить О системах получения Долголетия Я их изучал По шумерским источникам Там довольно просто Но это надо Биологические материалы В виде людей Давайте так Хорошо Вопрос в эфир Данил задает Владимир Николаевич Кроме изучения Топонимики Южной Мексики Ютакана Южной Америки Имеете ли вы Другие косвенные Или прямые доказательства Подтверждающие Ваш вывод Что на указанных Территориях Находится хранилище Книг С древними знаниями За которыми В свое время Охотились Аненербы Благодарю за ответ Аненербы Я вам говорил Что Аненербы Кстати В Тибете Они не проникли Их не допустили Блюнкина допустили Но он потому что Много чего обещал Ну там Своя система Я по этим документам Я знаю Все результаты Блюнкина Это расстреляли Ну ладно Аненербы В Южной Америке Да ведь Они Аргентина Перу Там Это самое Они были распущены После войны К сожалению Вот я всю жизнь Мечтал Чтобы у нас Здесь создать Такую Закрытую Организацию Потому что У нас здесь Тайна Ну немеряна У нас здесь Именно На территории России Вот от Камчатки До Что называется До Испании Испании Не мавры Управляли Маур Это царь Ашока Это был Клан Маур Такой Рожденные На основе Крови Это самое Ну русские А они Быстрые греки Мавр Мавр Черный Черный Смешно Мы сели Когда русские Пришли Вот через Гибралтар Они перебросились Там ерунда Не расстояние 60 километров На плотах Можно и на Плетеных корзинах Там же были Козлопасты Приходят воины Профессиональные Что же они С ними делают А потом Только уже Началось Что называется Они пришли Туда Они бани Построили Там все Они жили Прекрасно Выращивали Сады Вино Начали выращивать Ну виноград Смешно Хорошо Ну я думаю Что я хотел сказать В принципе Библиотеки Я не знаю Только Ничего не могу сказать Про Австралию И Новую Зеландию Но могу сказать Что в Антарктиде Они точно есть Потому что Все люди Они думают Вы же понимаете Вот я собираю Библиотеку Зачем Я передам Детям Или вообще Вон государственную Библиотеку Но я собираю И это что-то Останется Всегда Хорошо Я думаю Что некая структура Типа ННР Бы у нас Или есть Или в ближайшее время Уже появится Но что-то подсказывает Мне Что она все-таки У нас уже есть Ладно Хорошо Дальше Вопрос в эфир Антон Вы что-нибудь знаете Про библиотеки Катар Описанные В откровении Светланы Левашовой Библиотека Катаров Библиотеки Катар Описанные В откровении Книга называется В откровении Автор Светланы Левашова Светланы Левашова Я не читал Во-первых Есть Ну вы знаете Кто такие Катары Может быть Катар Ну да В принципе Катар Она Я понимаю Что такая грамматика Это Южная Франция Это Темплиеры Это выдуманная Вот про темплиеров Это капитально выдуманная Вообще Вся Вся сквозная линейка Там То что они Собирали деньги Они владели Там Многими землями И так далее И так далее Это идет Разговор о русских Русские Они обычно работали Кланами Я еще раз повторяю Инженеры Воины Все Они работали Кланами Вот скажем Имя французского Короля Луис Да Там второе Прочитайте Луис Да У Сочетание У И Образует Звук И Лыс Лысый Если вы наоборот И У То будет Ю Буква Которую нам пришлось Вводить в словарь Ну в общем Они для Так сказать Для того Слогова письма Они были не нужны Это Это уже пошли Всякие там Полукровки Европа Так вот Я говорю Там плиеры Это было выдумано Там можно было выдумать Католики Для того Чтобы утвердить веру Надо было Так сказать Сразу сочинять Легенды Легендировать Легендировать Создали университеты Приходи учись Тебе заплатят Ну только говорят Вот это пиши Вот это напиши Ну-ка умеешь Вот это напиши Напиши нам Про Бульона Там про Балдуина Первого Который как бы захватил Палестину Как они В восьмом В девятом веке Переправились через Средиземное море Или как они Вообще туда Переправлялись На чем Досок не было На плотах Я всегда говорю Возьми книгу Основу металлургии Это учебник Прочитай Там все написано Не надо Понимаете У нас открыто все Я работаю Только по открытым источникам Все есть Сопротивление материалов Пожалуйста Что ты хочешь узнать Как металлы Ну в общем Не знаю Я вот тут На этот вопрос Я не могу ответить Честно Раз Катар Я не знаю Если о Катарах Идет речь Южная Франция Ну вполне возможно Что да Ну хорошо Давайте Сейчас не будем Как написан Вопрос Так и зачитал Я не могу От себя что-то додумывать Давайте дальше Будем смотреть Вопрос в эфир От Игоря О ватиканских Подземельях Библиотеках Будет что-то рассказано Там же несколько этажей Хранилище Об этом говорил Чудинов Но мы только что Поговорили об этом Так что Будем считать Что же ответили Следующий вопрос В эфир От Владимира Эсмутевич Владимир Николаевич Что ищут силы зла На раскопках Внутри Храмовой горы Израгаль Ну Храмовая гора Судя по всему Оттуда Да Да Мы вообще договаривались Не касаться религии Силы зла А мы не будем касаться Просто задан вопрос Что там они ищут Или что-то не ищут Просто Ты помните Что знаменитый Режиссер Камера Он оплатил Они значит Начали под храмовой горой Не со стороны Со стороны Палестины Как бы они дорогу вели И так сказать И пробивали там Это самое Ну Заборами закрыто Все они пробили Туннель И вдруг оттуда Появились эти Саркофаги Значит с именем Брат Иисуса Там Иосиф Плотник И так далее Ну это же Извините меня Это они хотели Перебросить Так сказать Косточки Там все 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 Это подтверждение Существования Христа Если я вам расскажу Кто такой Христос Его родословную Ладно Значит И это должно было быть так Рано или поздно Там уже ничего не будет Это должно быть перевезено Вот туда На Алтай Земля Алтая Земля Новосибирской области И Красноярского края Уже под контролем Вот Это так сказать Там вдруг на Алтае Окажется Что вот Святыня наша тут Так Смотрим Еще у нас Несколько вопросов Есть Скажите пожалуйста Евгений задает вопрос Скажите пожалуйста Свою версию Что на самом деле Представлял собой Челябинский метеорит Вообще Как связан Челябинский метеорит С библиотеками Древними Исчезнувшими Ну да Вопрос несколько далековат Ну вот Я Я же смотрел Ну всем было интересно Видно было Я во всяком случае Смотрел Там Небольшой там сюжетик 60 секунд Как будто там тарелка Ударила по нему Это этот Так называемый Ну каменный метеорит Он разбивается В этой самой В атмосфере Он распадается В атмосфере Просто на куски Досыпается Очень высокая температура Хандрит Вот он как называется И хваляется По земле Ну не отличишь Понятно Что они входят В атмосферу И все Ну то что То что это было Да Ну я не знаю Там видите Так сказать Напряжение создают Что он шел На какой-то завод Там мог попасть Ну что Ну хранилище Еще ядерных отходов Там большое находится Хранилище Ну мог Это вряд ли Там он Хранилище Бы выдержало То что Когда американцы Вот при Ельцине Значит сказали Боеголовки Все просто сложить На землю Никакого укрытия Только крышу Дождик не падал Вот это да Это было Так сказать Ванабана Они специально Говорят Никакой крыш Только железную Легонькую крышу Чтоб мы могли Бомбочку туда кинуть Чтоб вы все К черту помнили Вы же понимаете Что такое Хранилище Ядерных боеголовок Ну слава богу Наши Завернули Маленько Ну там Комиссия Гор Черномырдин Если тут начать Разговаривать Например Про то что они Придумали С Киотским протоколом Или вот с Парижским Подписанием Я бы вообще Всех Это все Это все Такой наглый Со смешочками Грабеж Понимаете Вот так Мы Америка Мы что хотим То и делаем Куда Какие выбросы Любой ученый Вам скажет Что Человеческая деятельность Это самое На земле 0,15 Выброса углекислоты Все остальное Дает океан Океан бы не был Океаном Вода бы не была Водой Если б не работала А выбросом Является углекислота Вот и все Там Вулканы такие Мощные Работают Там Что только не работает В океане А человек Тут этот самый Уголь топит Много там Углекислоты А фреон Понимаете Им захотелось Чтобы все холодильники Там Грубо говоря 100 миллионов Да как 100 миллионов Миллиард холодильников По всему земному шару Нет Пусть купят новые Фреон Вредно Пусть купят новые Это Дыра там Какая-то Кислорода нет Понимаете Какие Наглые Грубые Прямые Простые Аферы Ну в принципе Так всегда Управляли людьми Что есть Снова утверждать Понятно Понятно Так Ну что ж Еще здесь можно Вопрос прочитать Виталий Вопрос эфира Разве Разве Все эти книги Артефакты Не подтверждены Временем Времени Коррозии То есть Еще Могли они Сохраниться За столько Долго Времени Может быть Уже Там и Распалось Все В пепел В прах Превратилось Ну я Нет Я говорю Если правильно Храниться Самый главный Самый важный Вопрос Который мы Начали Как хранилище Где оно Хранилось Под Москвой Оно бы Не сохранилось А вот Если где-то Вывезено туда В принципе Нужна соляная Шахта Я говорю Вот я был Ну не буду Называть Где В подземном Хранилище Помните Вот эти На случай Ядерной войны В Советском Союзе Создавали Подземные Там огромные Хранилища Продуктов Питания Там и так далее Глубина 100 метров Ну дышать Хорошо Все нормально В 90-е годы Там это самое Все Все нам показали Все нам То что мы хотели Нам Не хотели Попросили Нам дали Вот Но там Я говорю Как это В смысле Ну Микробы бегают Какая Соль Ну там По-моему Была калийная соль Поэтому Честно говоря Ну такие Там тоннели 100 метров высотой Полки 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 Все Вот там Пожалуйста Ты там Положи Ничего не будет Влажно Все Температура Все Там у них Когда под землей Да тогда Там нужна Принудительная Вентиляция Ну Все прекрасно Понимают Принудительную Вентиляцию А естественную Вентиляцию Где-то надо Чтобы была вершина Хотя бы метров 100 Вот я как говорил Там Скажем Под Вологдой Там же вершины Там же Кусок Венедерского Кряжа Проходит Вот То что называется Валдай Ну правильно Это читать надо Баалдай Это Бога быка Бога Баала Алтарь Плодородие Ну буква И это Плодородие И то Озеро Селигера Оно тоже священное Ну в общем Возвышенность Там же возвышенность Есть Их много Возвышенности Там глина Да Там накатило В потоп Столько что Но ниже Там на 100 метров Все Там вот Начинаются Вот эти вот Доломиты Есть там Где-то Говорили о соли Нет А очень глубоко Есть Ну как-то Исследовали Еще там Строганов Они ушли туда Где соль Это Ну подземная Это соль Понятно Понятно Ну хорошо В общем Солю Копасть Ничему нельзя Если хорошее Хранение Ну зайдите В румянскую библиотеку В отделение Редких Книг и рукописей Вы посмотрите Сколько они хранятся Причем В таких вот Что за промышленных Условиях Когда идут Выбросы Газа И влажность Все Но хранятся Эти листы Все Проблем-то нет Понятно Так Здесь еще Есть вопросы Но не совсем По теме По Левашовой Светлане Но как бы уже Был вопрос Ответ был дан Поэтому Нет смысла Его Зачитывать Следующий вопрос Так Дальше Мишка еще написала О библиотеке Которая хранится В Саянах Что недавно Кургуров побывал В Саянах И там хранительница Говорила об огромной Библиотеке Которая там хранится Что-то известно О Саянской библиотеке Или это как один из вариантов Хранения Вот Я вам могу Единственное сказать Что мне известно Это то Что там пролегал Так называемый Царская Царская дорога Это Саяны Это Хакасия Это Алтай Вот этот путь По верховьям Рек Крупных Там шел Очень путь Такой Мощный Тропа Вообще Она раньше называлась Ну это путь Скажем Тот же Кемеров Все говорят Что это такое Кемеров Что-то непонятно Так кем яр Путь по земле Кем это путь Путь по земле Вот самое важное Чтобы реки не пересекать Вот там шла Царская дорога И там естественно Цивилизация была Аховая Еще до потопа И еще там 30 тысяч лет назад И 40 тысяч лет назад Потому что Когда горы и равнины Это цивилизация Когда степи и пустыня Это арабы Арапы Извините Арабы это были люди Б Ну Араб Аб это Прото-вселенная Зарождение вселенной То есть это очень серьезно Сияющий Ар сияющий Вот Так что там Может быть вполне Тем более в Саянах Там горы Там можно сделать Такое хранилище В общем условия подходящие Один условий И я говорю Что там была Самое главное Была цивилизация Раз была цивилизация Значит люди думали Куда что Понимаете Всегда же мы Зачем рождаемся Зачем мы детей рождаем Зачем мы о них заботимся Потомки Все им отдашь Отдашь Вот знание Как жить Ну деньги отдашь Может если есть Ну что ж Давай подводить Сегодняшний Тогда Итог Сегодняшней нашей передачи У нас заключение Есть такая Традиция Когда говорящий Желает что-либо Своим радиослушателям Что можно В заключении Пожелать Любите книгу Источник знаний Понятно Видно сразу Человек Из Советского Союза Ну что ж Ну я Здоровье Там счастье Вот это вот Нет Я имею ввиду Я имею ввиду Такой вот Лозунг Из советских времен Еще Понимаете Ну Я говорю Что Ну книга Нас вытащила Вообще Вот Наверх Это Это Однозначно Я не шучу Я не Скажем Не пропагандист Какой-то Я себя Вот я про себя говорю Меня книга Меня библиотеки Вытащили Потому что Когда я был Ну вот Маленький Там все У родителей Денег таких не было Огромных Чтоб не с пачками Книги покупать Я ходил в библиотеки Все В библиотеки И там со мной Разговаривали И все И советовали И так далее И так далее Все Я что Извините У меня Двадцать романов Извините Двенадцать романов Там Куча сборников И рассказов И повести И вот Исследовательские книги У меня там По две-три штуки Выходят В год Откуда бы я Этого набрался Потому что Методика Методология Библиотека Это уже Система Структура Куда Туда попал Ты много Сообразишь Ты даже Не умом А так сказать Под коркой Тебя войдет Система Нужна всегда Метод Система И дальше Из тебя выйдет Все что ты хочешь Ну что ж Играть Какую-нибудь Книгу С автором С авторским Автографом Как думаешь Владимир Николаевич Да Нет проблем Только мне Надо будет У меня Вот стоят Понимаете По одному Эземпляру Хорошо Мы обратимся В Белые Альвы Может быть там Светлане Николаевне Она книги Это самое Но Мне надо же Приехать Автограф Это все-таки Автограф Но мы же Не завтра устраиваем Эфир Правильно Пять эфиров Все-таки Во времени Растянутся Поэтому я думаю К тому Периоду Что-то Может быть Заключительному эфиру Или какому-то Мы придумаем Как нам Подписать книгу И как Наладить переправку Только Надо с тобой Нам придумать А За что будет Книжка даваться Ведь не за Красивые глазки А за какой-то Может быть вопрос Или правильный ответ Или может быть Интересный вопрос Интересный ответ Значит так Я обеспечиваю Книгу с автографом Это мое Моя проблема А А ты давай Обеспечиваю Это самое За что Не ну нормально Я понял Хорошо Я с Светланой Николаевной Свяжусь И она Да что Подпишем Вопросов нет Ну хорошо Ну вот и договорились Вот и разобрались Ладно Значит У нас будет Три компонента Задействована В этой лотерее Сам автор Само издательство И еще Народное славянское радио Которое будет придумывать А как эту книгу разыграть Ну что ж В одной из передач Я думаю Мы к этому подойдем И Если все сложится Какой-нибудь интересный вопрос Придумаем А ты будешь Как судья Выступать И скажешь Вот Тому человеку Который этот вопрос задал Пожалуй Мы книгу и подарим Ладненько Хорошо Договорились Так что Следите за анонсами Я думаю Что Передачи у нас Пройдут И в одной из передач Мы разыграем книгу Напоминаю Что сегодня у нас 26 января 2016 года Вторник По одному из современных Календарей По одному из старинных Пятый день месяца В юге Здесь тоже 7524 лета Седмица Тайны древних Исчезнувших Библиотек Это тема Сегодняшнего эфира Владимир Николаевич Дегтярев И в заключении Я от себя Вот Не думал Чего я буду говорить В заключении Как-то так увлекся Беседой Но так или иначе В заключении Я от себя Желаю всем добра Желаю всем Здравомыслия Чтобы наконец-то Вы Друзья мои Как впрочем И я Сам себе друг Осознали Что на земле Мы существуем Не просто так Эта земля Полита Кровью и потом Наших предков Если мы себя ведем Неподобающе То эту землю У нас Заберут А самих Нас отправят Туда Ну Куда скажем Макар Телят Пасти не гонял Вот Если Все сложится Если вы Осознаете Если я тоже В конце концов Осознаю Что нам необходимо делать То тогда Все будет меняться Очень быстро А на сегодняшний момент Меня хотя Неоднократно За эту фразу Упрекали На сегодняшний момент Как бы кто не пищал Как бы кто не рыдал Мы достойны того Что имеем Потому что Хозяин Никогда не плачет Хозяин Никогда не стоит Хозяин является Хозяином Он управляет Тем что ему досталось По наследству Или то что он создал А если у вас По наследству Ничего нет Поскольку вы не знаете Кто ваши предки И что они делали В том случае То чего нет Тем вы и не можете Управлять Вы хозяевами Просто не являетесь Узнайте кто вы Станете хозяевами Тогда с вами Начнут считаться Вас начнут принимать За людей Потому что считаются Только сильными А сильный это хозяин И тогда все Становится на свои места И тогда и Россия Поднимется И правительство Которое многие ругают Будет то Которое необходимо Для этой сильной России И мир будет меняться То есть Подвожу К простому Хочешь изменить мир Начни изменять себя сам На 7 я с вами прощаюсь Желаю всего самого-самого доброго До новых встреч Услышимся Редактор субтитров А.Семкин